Добрый день, уважаемые друзья! Приветствуем самых активных, самых позитивных, самых здоровых людей нашего края! Мы с большой радостью и гордостью спешим вам сообщить об открытии первого Велнос-форума в Алтайском крае. Нас ждет незабываемый день, и мы поздравляем вас с такой замечательной новостью. И хотим сказать, что вы сейчас в тренде. Действительно, Велнос-движение захватывает мир. Ведь современный человек просто обязан быть здоровым, энергичным и успешным. Это модно, престижно и выгодно. Именно об этом сегодня будут говорить наши гости из Москвы и Швеции. Нам выпала большая честь сегодня представлять именитых гостей. И мы, Юлия и Артем Евгидер, сегодня будем с вами. Сегодня в этом зале собралось более 500 человек со всего Алтайского края и не только. Наши единомышленники приехали из Барнаула. Барнаула. Есть? Заринцы. Где Заринцы? Бийск. Каминоби. Рубцовск. Кулунда. Поспелиха. Тоже самое громкое. Косиха. Зональная. Черемная. Яровое. Сузун. Ларичиха. И многие другие регионы. И Волчиха. И Волчиха, конечно. Обязательно. Без Волчихи мы бы не начали. Ты знаешь, Артем, я уверена, что в этом зале сидят очень правильные люди. Почему? Почему? Потому что те, кто пришел сюда, они хотят достичь гармонии. Они сочетают в себе желание быть здоровыми, а здоровье это основа всего. Желание быть богатыми, вести достойную жизнь. А самое главное, что объединяет этих людей, это активная жизненная позиция. Да или нет, друзья? Да. Спасибо, друзья, что вы пришли сегодня. Наградите, пожалуйста, себя аплодисментами. Вы молодцы. Итак, мы начинаем. Для нас большая честь представить первого высокого гостя. Это ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ, питания РАМ России. Российская академия медицинских наук. Кандидат медицинских наук. Участвует в разработке и выполнении научных программ по созданию индивидуальных рационов питания, адаптированных к потребностям конкретного пациента. Опубликовала более 90 научных работ. А, 110. Отлично. Дальны устарели немножко. Автор научных сборников по диетологии. Также является разработчиком новых рецептур диетических продуктов для больных с пищевой аллергией. Владеет современными методиками оценки метаболизма у больных, ожирением, пищевой аллергией и нервной анорексией. Ольга Николаевна Григоряна является действительным членом Академии медико-технических наук. Членом редколлегии журнала «Ожирение и метаболизм». Членом комитета по этике НИИ питания РАМ. Научный консультант Национальной ассоциации диетологов и пунктиологов. Постоянный участник международных конгрессов по ожирению. Эксперт телевизионной программы о самом главном. Итак, встречайте! Ольга Николаевна Григоряна! Ваши бурные аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Николаевна Григоряна 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 Григоря на квалификационные экзамены. Как это появилась еще одна программа, вот здесь написано. Есть сайт, так здорово, он новый, я его пишу, и там, возможно, будет онлайн-лим, и, может быть, вы сможете там со мной общаться. Есть еще журнал «Худеем», правильно, читайте, там, мои комментарии, истории болезни, ну, дальше, о личной жизни чуть попозже, ладно? Я очень рада, я первый раз в Барнауле, хотя разговоры о том, что сюда надо приехать, Антон и Ирина со мной вели еще два года назад, но не забыли, и все-таки эту вещь сделали, привезли меня в Барнауле и рассказали, что вы очень мотивированы на эту сегодняшнюю встречу. Это было приятно, потому что я как человек, как врач, как научный сотрудник, как вообще человек, живущий в России и болеющий за здоровье граждан России, являясь руководителем подразделения по лечению ожирения, сталкиваясь с этими проблемами уже большое количество десятков лет, понимая, что очень важно давать знания о здоровье населению. Во-первых, правильное знание, во-вторых, как можно раньше, в-третьих, несколько раз. Я в структуре Республики в третий год, ну и как человек въедливый, потому что я работаю в науке, я просматриваю очень многие презентации, выступления. И, зная Антамиль Полежаева, я послушала ее выступления, ее работу с залом. И мне было очень приятно. Я совершенно не провожу никаких сравнений. Я просто увидела, что с вами, с консультантами, с людьми, которые хотят быть здоровыми и успешными, вот эта работа велась даже и ею, и, в общем, даже с самого начала. Потому что сначала надо, ну, наверное, понять проблему, а чтобы ее понять, надо образовываться. И все ваши успехи в жизни будут идти только от того, что вы будете постоянно учиться. Поэтому сегодня мы поговорим об основных базовых вещах. И будут, если у вас вопросы, тогда уже будем что-то более делать детально. Ну, вы знаете, что институт питания существует уже более 80 лет. Знаете, что сейчас идет реформа науки. К сожалению, это не нами инициировано. Все научные институты будут объединяться в Большую Академию Медицинских Наук. И Медицинская Академия, так называемая РАМ, она вольется туда с основной частью, но институт питания сохранится. И слава Богу, потому что институт питания, ему равных, нет. Он очень нужен государству и вообще миру. Потому что российская наука питания – это глобальное направление мирового значения. Не побоюсь этих слов. И я вам сегодня покажу, на каких конгрессах мы выступаем и как мы востребованы, как институт питания. Потому что эта организация занимается всеми вопросами, связанными с едой, с продуктами, ввозимыми в Россию, вывозимыми из России, создавающимися новыми продуктами по различным направлениям. Состав продукта, загрязнение продукта, полезная составляющая этого продукта, потому что можно наесться, но не получить никакой пищевой ценности, никакой пользы. Угроза развития онкозаболеваний, угроза наличия токсических веществ и идиудобрений. Новые продукты, потому что в мире не хватает белка. И очень хорошо в этом плане вписываются фирмы, в том числе Арифлейм, или в первую очередь для вас Арифлейм, которые создают новые продукты, которые являются источниками белка. Мир дефицитен по белку в все страны. Даже Америка об этом говорит. Институт питания занимается большой программой, например, создания рационов для людей, живущих в экстремальных условиях. Например, у нас страна очень большая. В разных климатических поясах это первое. Но у нас еще очень много специальностей, так называемых, в экстремальных мире. Это подводники, это космонавты, это спортсмены. Сейчас мы занимаемся питанием олимпийцев, предыдущие олимпиады. Это дети, это подростки, это новорожденные, это люди разных возрастов с разными сопутствующими заболеваниями. И сейчас наука как диетология, она выросла внутри циологии. Мне было очень приятно, общаясь вчера с вашими руководителями региона, слышать уже это слово не диетология, не питание, а слово внутри циология. Вообще, вы меня поражаете здесь, такой высокий уровень образования. То есть я рада тому, что у вас есть учителя. И не надо всегда обращаться, я с удовольствием к вам еще приеду, но вы должны верить своим лидерам, потому что это очень грамотные люди, которые следят и за наукой, и за тем, как она развивается. Ну, пойдем потихонечку. Значит, помимо теоретических вещей и, допустим, экспериментальных вещей Института питания, занимается еще и большой клинической работой. Вот здесь внизу сайт. На всех лекциях я его показываю и говорю, что мы все живые люди, у всех есть проблемы. У всех есть проблемы с родственниками, я имею в виду со здоровьем. Если что-то нужно, то, пожалуйста, выходите на этот сайт, и вы получаете очень подробное знание о том, как работает клиника. Институт питания один из немногих институтов, который имеет свою клинику на 250 коек. Там развернуто несколько терапевтических отделений для взрослых. Есть детское отделение. Начиная с трех месяцев, а консультации даже с меньшего возраста работает нутрициолог, и вы, наверное, знаете, что эта нутрициолог Наталья Николаевна Таран тоже сейчас независимая эксперта рефлейма. У педиатрии будете с ней общаться. Выделили ее как отдельного лектора, потому что есть в этом потребность. Существует отделение ожирения, в котором работаю я, отделение кардиологии, гастроэнтерологии, сахарного диабета, отделение детской гипотологии и гастроэнтерологии, отделение аллергологии. Мы к себе привлекли аллергологов, потому что пищевая зависимость в виде бронхиальной пищевого генеза астмы, она сейчас, к сожалению, растет. Не говоря уже о детских аллергических реакциях в виде термотитов, крапивниц, расстройств кишечных и так дальше. И тоже нужно специальное питание. А в том, что у детей аллергия, в том числе и пищевая, к сожалению, виноваты родители и взрослые. Неправильно кормят, неправильно сами едят, не знают, что ребенка до трех лет нельзя переводить на взрослый стол и так далее. Опять же, если будут вопросы, мы тогда будем на эту тему говорить. Запишите этот сайт, обращайтесь, там найдете все контакты и телефоны, звоните. И вот за эти годы, что я работаю в Арифлэме, уже довольно большое количество людей к нам обратилось и получило или консультативную помощь, или приехали на стационарное лечение. У нас есть бюджетные койки, есть платные койки. В общем, разные формы лечения. Пожалуйста, все к вашим услугам. Ну что ж, такое же. У меня такая, я почему-то волнуюсь. Антон. Она включается, но не переключается. У тебя работа, ну идите сюда ко мне. Не будем сегодня говорить очень много о лечении. И вообще, я вас прошу, вопросы свои строите. Нет, как лечебные. Давайте разберемся, в принципе, в том, что такое же еда. Зачем, в принципе, мы едим? Посмотрите, маленькие дети как себя ведут. Они доверяют взрослым, едят все, что мы им даем. Вот они еще в возрасте до трех, до пяти лет, они не думают. А зачем им мама дала пельмени? Или хлеб с маслом, с колпасой сверху? Да? Или там какое-то количество конфет неограниченное. Они доверчивые. Они доверчивые во всем, в том числе и к тому, что у них на тарелке. Поэтому мы должны знать о том, что питание играет очень важную роль. Очень основную. Потому что основную в формировании здоровья на всю жизнь. Это не простые слова, это не красивые слова. Это уже доказанные наукой вещи. Потому что за 70 лет работы в институте питания мы смогли отследить несколько поколений. Мы смогли просмотреть разные типы питания в разных регионах и увязать это с той заболеваемостью по регионам и с конкретными людьми, которые находятся у нас в силу нашего клинического интереса к этому вопросу под постоянным беспонцентным наблюдением. И если ты за человеком 20, 25, 30 лет, у нас есть пациенты под наблюдением, и у них идет мониторинг, и мы следим за их типом питания в течение всего времени, это дает нам право сказать, вот вы в 20 лет ели жира, в два раза больше, чем вам нужно, белка не добирали, углеводов вы ели много, поэтому сейчас у вас аторосбироз, поэтому сейчас у вас сахарный диабет, и в этом виноваты. К сожалению, вы, но не совсем, государство тоже виновата, не дали знаний, не объяснили, не услышал человек, никто не работал с этим. Я очень благодарна как личность фирме Алифлэйм, потому что то, что сейчас я делаю, по идее, это функция института питания. Но мы государственная организация, мы не можем вот так организованно по всей России собирать залы. И вот эта структура ваша, куда вы пришли работать, мотивированные на какие-то другие вещи, она еще вас учит, привлекая специалистов, привлекая сотрудников головной организации и филиалов, организовывать вас, во-первых, в коллектив, во-вторых, давая вам всем одинаковое знание, а уж как вы с этими знаниями будете идти по жизни, как вы распорядитесь этими знаниями, что вы из этого получите. Это зависит от вас. Читайте, думайте, обращайтесь к своим консультантам. Они меня найдут, найдут еще кого надо, и они ответят на ваши вопросы. Самое главное, чтобы вы хотели учиться. Что такое? Ну что, ну на что я не нажимаю, не на что, ну на что? Ну я так и нажимаю. Ну, парень маленький, наверное. Значит, вот, когда вы сами с собой будете разговаривать, что, в принципе, очень полезная вещь. Обычно психологи так учат. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, скажите, какая я красивая, как хорошо, что я сегодня проснулась, как я благодарна маме, что она меня с папой, что они меня родили, потому что сегодня у меня будет успешный день, ну и так дальше, да? Мы это делаем. Но вы еще посмотрите в ту тарелку, которую вы себе готовите. На размер тарелки. На то, что у вас есть в холодильнике. И что вы хотите сегодня поесть. Я знаю, что вы будете спрашивать, что я ем на завтрак. Я не ем ничего, кроме коктейля нашего вымысла. И очень хорошо, потому что это легкая еда. А с утра, по моему типажу, мне, например, тяжело, если будет какой-то другой завтрак. Я не говорю, что это стопроцентно правильно. Просто это мне подходит. И о том, что вы будете есть, вы должны знать, зачем. А зачем вы едите? Дети же тоже не спрашивают этот вопрос. А зачем? А зачем мне надо есть? Хотя вот мой фрукт, я спрашиваю, я не хочу завтракать в огонь, а зачем мне есть с утра? И мне так это приятно. Я думаю, как же это он сформулировал, этот вопрос, который я всегда на лекции задаю, чтобы все на эту тему думали. А зачем же мы едим? А едим мы за тем, что это единственный источник. Еда – это единственный источник, который нам даст пищевую энергию, пищевые вещества. Вы ниоткуда их не получите. Ни из воды, ни из космоса, от солнечной энергии. Сейчас это очень много таких вот шизофренических течений, что не надо вообще есть, к солнышку повернитесь. Да, солнце нам даёт много энергии, она другая. Она для других целей. Она для того, чтобы синтезировались витамины, чтобы у нас была хорошая, эластичная кожа в течение всей жизни, чтобы мы хорошо выглядели, кому идёт загад. Но опять же, это сугубно-то делать, да, потому что здесь угроза разве нельзя раковые заболевания кожи. Пища даст нам энергию не только калорийную, она нам даст ещё белки, жиры, углеводы. Что такое вообще еда, вы должны знать? Вы должны знать, какие белковые продукты и зачем, и чем они полезны, и чем они отличаются друг от друга. Это такая кладезь знаний. И если вы ими будете владеть, вы, во-первых, вырастите сами, как личность, во-вторых, вы будете общаться, рассказывая это другим, и будет просто интересно жить. Зачем мы себе даём пищевые вещества, а чтобы быть в хорошей физической форме? Я, конечно, извиняюсь за такой, может быть, не очень этичный пример, но если бы я сейчас вышла перед вами в 140 кг, что бы вы мне сказали? Что ты сама с собой-то, да? Или там пациент какой-нибудь ко мне приходит с таким пузом, там еле входит в палату и говорит, да я всё знаю, что вы мне скажете. Я говорю, а зачем вы пришли тогда? Ну, если вы всё знаете, почему вы так выглядите? Почему у вас одышка? Почему у вас холодный пот? Почему вы дышите неровно? Почему вы не живёте сексуальной жизнью? Почему у вас гипертония, диабет, подагра и всё остальное? Почему? Вот вы меня и полечите. Я говорю, да, начинаем с головы. Поднимаемся вашей головой. Салфетычек, дайте, пожалуйста, колон. Кроме того, здоровье, хорошая физическая форма обязательно скажется на продолжительности жизни. Несомненно, если вы не будете болеть, если... Да, спасибо. Если вы не будете болеть, естественно, органы будут работать с полной отдачей. Естественно, вы это закрепите в своей генетической памяти. Сейчас очень интересные работы появляются по генетике, когда генетики уже доказали, что запоминаются в течение жизни очень многие позиции. Не надо говорить на то, что мне что-то в жизни не додали в детстве. У меня были неграмотные, простые родители, люди, крестьяне из деревни, не зная совсем ничего, которые ели всю жизнь то, что сами получают на своем огороде. Они не виноваты. Делайте себя сами. И это все обязательно запомнится. Генетики доказали, что запоминаются даже эмоции. Вы выбрали себе новое направление в жизни. Вы выбрали себе работу. Вы работаете в коллективе. У вас есть успехи. У вас есть мотивация на ваш бизнес. Вы хотите расти. Вы хотите быть такими, как Антон. Да? Хотите? Конечно. Так вот, хотите всерьез. Хотите всерьез. Я когда была в Чебоксарах, я об этом примерно сказала. Тоже на сцену выскочил Эдуард Васильев. Я думаю, вы его многие знаете, да? И он сказал, «Ес! Я тебя знаю. Я хочу работать в бизнесе. Мои дети это теперь запомнят на генетическом уровне. И у них тоже будет успешная жизнь». Вот. Для лектора нет больше удовлетворения, чем то, что тебя услышали в зале. Ну, зачем, в принципе, мировая наука занимается питанием? Да потому, что есть такая организация ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, которая считает все наши проблемы со здоровьем. Вообще, можно вот эти микрофоны? Они нужны для записи, да? Можно в них. В них можно? Я как-то вас не всех вижу. Я вот так вот сейчас поставлю. Не, нормально. Вы же меня слышите с маленьким микрофоном? Я натыкаюсь. Да. Всемирная организация здравоохранения следит за заболеваемостью в мире. В первую очередь, конечно, она была сформирована уже, там, улетними. Честно говоря, даже не знаю, надо меня посмотреть в интернете, когда организовали ВОЗ. Но, в целом, мировая научная общественность, создав такую организацию, в первую очередь, конечно, следила за эпидемиями инфекционных заболеваний. В какой стране, в каком регионе, какая угроза развития этих заболеваний. И, в общем-то, ну, это сейчас еще до сих пор работает в отношении гриппа. Вы прекрасно знаете, да, что уже выделили штамм этого года, которым уже, которым Америка уже в мире болела. И, пожалуйста, прививайтесь. Не входит в программу моей лекции, но просто вам мой лечебный совет. Хорошие вакцины. Делайте прививки от гриппа, чтобы вы были, если уже заболеете, чтобы вы не болели, если заболеете, чтобы вы переболели легче. Так вот, если в отношении питания говорить, то, посмотрите, по данным ВОЗ, избыточное употребление сахара. Нет, у меня сегодня как-то, как-то у меня не складывается с техникой. Нет, нет. Избыточное употребление жиров и сахара по всему миру это доказательно. ВОЗ это посчитал. Все едят. Не надо себя винить, что мы какие-то ущербные, убогие в России, нам нечего есть, у нас денег не хватает, поэтому мы едим колбасу, хлеб с маслом и пельмени со сметаной, а еще пуще с майонезом. Да? Тут ни при чем. Страна, голова должна подумать, что вы вообще, в принципе, в рот кладете. Но, в целом, это тенденция, она по всему миру. Много едим жира, много едим сахара. На этом фоне, на том, что мы много вообще едим еды, в целом, мы все-таки дефицитны по витаминам и по микроэлементам. И, конечно, индекс массы тела растет потрясающе. Смотрите, 32,6 более чем 25. А вот здесь 13, это по миру 13% в боди-масс-индекс больше 30. Это ожирение. Ожирение второй степени. Это заболевание. Конкретные цифрыки вот. Ну, вот, посмотрите, красиво. Мне они нравятся. Я бы с таким морщиной никуда-нибудь не пошла вообще. Ну, как это? Такая красивая женщина, да, и с таким вот рядом с животом. Да, он любимый, он хороший, но поэтому мне бы хотелось бы, чтобы он долго жил, например. Мотивируйте так свое окружение, своих мужей. Давай похудеем вместе, если ты не можешь. Если я худая, давай я тебе помогу, потому что мне будет во всех отношениях лучше. А у тебя риски смертности резко упадут в 3-4 раза. Каждые 10 килограмм избыточной массы тела убирает год жизни. Посчитайте, как мы могли бы, в общем-то, продлить свою жизнь, да, и насколько. Только от того, что мы убираем избыточную массу тела. По России, по СНГ, вот такая статистика. Каждый второй на Украине, каждый третий, даже больше, в Казахстане, в Армении. А вот Прибалтика очень хочет долго жить. Прибалтика практически не имеет проблем с избыточной массой тела, несмотря на то, что у них довольно высокой калорийности молочные продукты и высокой жирности. Они едят их меньше. И едят они их не каждый день, и не ложкой. Имеет еще значение количество продуктов. Кроме того, они еще и тратят. Они занимаются спортом, Ари Флейн там спонсирует баскетбольную команду, в частности, я была на Прибалтийском форуме и была очень приятно удивлена, что очень тесно компания в Прибалтике сопряжена со спортивными организациями. Отсюда еще и, в принципе, знание о здоровье и о том, как нужно питаться, чтобы быть здоровым. Тенденция по росту оживения, смотрите, за 10 лет последних. Есть прибавка в весе по Китаю, есть по Канаде, по Австралии, а вот в Швейцарии, например, и сейчас я была в отпуске в Армении, честно говоря, в Америке, честно говоря, я ехала, ожидая увидеть там гигантов. Я была приятно удивлена, я не видела почти толстых людей. Толстые люди это иммигранты, это люди черной расы, но не генетически, допустим, эти вещи как-то нужно объяснять, и едят они более дешевую пищу, и как ни странно, на Бродвее это русские мигранты, которые приехали в Америку и решили взять все радости жизни, и в первую очередь в плане еды. Сами американцы очень стали настоящими, которые там уже несколько поколений, да, нет такой нации американской национальности, они уже очень следят за здоровьем, чему и их президент как бы для них является примером, но наш-то не хуже, правда, тоже надо брать времена. Что делается в нашей стране? Государственная политика в области здравоохранения сейчас, она уже стала затрагивать и образ жизни, потому что, посчитали, средняя продолжительность жизни у мужчины в России 58-64 года. Самый расцвет, мне кажется, я, по крайней мере, и так ощущаю, после 50 только жить хочется, но ты свободен, дети выросли, в профессии ты достиг определенных высот, ты имеешь знания, а когда же ими пользоваться? Ты до 50 еще только растешь, да? А тут вдруг уже конец жизни, женщины живут дольше, до 76, до 78 лет, но качество жизни-то какое. Опять же, возвращаясь к Америке, у меня был такой круиз из Нью-Йорка, мы перелетели в Лос-Анджелес, а потом решили съездить в Лас-Вегас. Ну, как быть, в Америке и не поем в город-казино. Красиво, потрясающе. Голову сносит вообще, потому что зрелище, ну, не для слова нервы. Настолько чисто, настолько креативно, настолько каждое здание отличается друг от друга, потому что все борются за людей, чтобы к ним пришли. Или это здание в виде сфинкса, или здание в виде пирамиды, или золотого слитка вообще, с чего начался в Лас-Вегас. И когда там золотопромышленники пришли и нашли вот этот слиток знаменитый, он у них в одном отеле выставлен, в отеле Венеция, этот слиток, и стали люди приезжать, мужики, ты что им делать? Но для них открыли бары пивные, а дальше, ну напились, ну делать-то нечего, решили поиграть в карты, какие-то там свои, а потом решили вот казино, стадо развивать. Нам показали улицу, которую мы знаем по старым фильмам, маленькая улица, метров 200, и они сохранили в виде исторической памяти, а вокруг развился город, колоссальный, город, который 24 часа играет. Вообще, для меня это было очень удивительно. На колясках, инвалиды, но мы в жемчугах, они приехали отдыхать. Американцы в этом плане, у них со вкусом, у них особенный американский вкус, они все в перстнях, но это все бижутерей. Старенькие, в смокингах, они идут в казино, они всю ночь играют, они играют с 8 утра, когда бы мы не проходили по какому-то из казино, а там так город перетекает из казино в казино, и вообще не потеряешься, ты мимо автомата нигде не пройдешь. Очень хорошо продумали. У них казино даже в аэропорту человек приехал, вот он до последнего будет играть. Мы еще все искали, может быть, у них и в туалетах казино, но не нашли. Все-таки где-то есть места без игровых автоматов. Они живут, играют, потому что они хотят долго жить. И качество жизни в возрасте, они себя не называют старыми. Они люди почти одного возраста. И они летают на самолетах, у них для этого все есть, потому что, в принципе, Америка – куританская страна. У них вот эти азартные игры разрешены только в двух местах. Что-то, какое-то место есть, по-моему, во Флориде и вот Лас-Вегас. И самолеты по пятницам, там, с четверга по понедельник, все расписаны на много месяцев вперед, все улетают поиграть, разрядиться, получить удовольствие. Качество жизни, несомненно. А наши старички что делают? Сидят около своей печки, смотрят телевизор, получают негативную информацию. Как не включишь передачу? Что-то случилось, кто-то разбился, кого-то убили, все плохо. И вот, в конце концов, наше государство все-таки, я думаю, что здесь еще сыграло роль приближающаяся Олимпиада, занялась еще и фрагментом, который влияет на продолжительность жизни. И это еще один аргумент в том, что наука доказала, что питание имеет значение. Как же, как же, в каком направлении думают? Какие же, стали, конечно, думать, почему такая смертность в России? Все знают, что вредные привычки это алкоголь, табак, а вот смотрите, что появилось. Не просто избыточное питание, не просто ожирение, которое является хроническим заболеванием, а уже не сбалансированное питание. Несоответствие той формы белки, жиры и углеводы, которые мы говорим уже, я, по крайней мере, не говорю уже три года. А кто уже меня слушал? Поднимите руки. Ой, какие вы грамотные, молодцы. То есть вы уже это знаете, что сбалансировать питание надо с расчетом на основу по белку. Можно много есть, можно дорого есть, можно даже разнообразно питаться, но если это не сбалансировано, то это даст 12-13% смерти. Органы не получают всех пищевых веществ. Вот что такое дисбаланс. Вы вроде бы кормите, вы вроде бы едите, вы вроде бы стараетесь, а органы голодают. Это то же самое, например, как после длительного голода мы будем капать и кормить, а ткани уже изменились. и получая даже пищевые вещества в достаточном количестве, деструкция в органах, в самих тканях, в этих мембранах такова, они не могут протащить эти транспортные белки питания в клетку. И это сказывается на формировании тех или иных заболеваний и естественно приводит к смертности. И уже, конечно, здесь выделяется ожирение как отдельный фрагмент. А вот это все вместе посмотрите, сколько это процентов. Да? ну, около 30% это люди, страдающие от заболеваний, вызванных неправильным питанием. И если еще все-таки про алкоголь и табак говорится более широко, и наркологи говорят, и есть рекламные какие-то щиты, то, к сожалению, про питание мы еще таких доступных информационных порталов мы еще не видим. Все те диеты, все различные таблицы, которые вы видите в интернете, они не всегда честны и не всегда правильны. И не надо никогда равняться на диету. Ничего не имею против Малышева, но Малышева это один человек. Диета Пухачева другой человек. Диета долины. Почему вы должны быть долины? Вы должны быть собственным лицом, собственным типом питания, учитывая вашу энергетику, вашу особенность жизни, ваше материальное положение, ваши вкусовые привычки, которые надо меня, и питание должно быть индивидуальным. как сейчас пойдет этот национальный проект? Потому что вы слышали, я хочу знать, что в принципе государство стало этим заниматься. Конечно, формирование здорового образа жизни, и это должно идти сейчас с детства, и создается сейчас школа здорового питания, я знаю, что они в вашей структуре есть, раньше они назывались Wellness Club, и теперь они могут называться по-другому, неважно, просто про это вы должны думать каждый день, говорить каждый день, и обсуждать эту проблему каждый день, когда сформируется привычка что-то поменять в своем образе жизни, потому что ну как бы это залог вашей жизни, никто вашу жизнь не проживет, никто вам не поможет, кроме вас, помощь, это будет поступать только из образования. Ваш выбор, или вы живете хорошо, долго, красиво, успешно, потому что у вас балансированное питание, которое даст вам здоровье, которое даст вам хорошую физическую активность, и в результате этого долголетия, или же в общем-то вот посмотрите, девочке 18 лет, вот это 18 лет, 180 килограмм, стул 80 килограмм, девочка не глупая, она даже получила образование фармацевта, у меня в отделении доктор ее консультирует, что можно сделать, то посмотрите, какие ноги, ей даже сидеть невозможно, она на одном стуле не помещается, а все почему, а мальчик разлюбил, а мама не поддержала, а она хочет похудеть, зачем, говорю, Юля, ты хочешь похудеть, ты зачем к нам пришла, а чтобы он меня полюбил, Юля, дорогая, но не для этого, не надо делать для кого-то, мальчик может тебя не полюбить, если он тебя любит, это другая сфера жизни, любит и толстый, да, это энергетика другая, психология другая, а сделай для себя, для себя, полюби, себя сама, тебе вот так приятно, ты можешь раздеться, я могу, я могу, а она не может, она не может, ей стыдно, у нее висит живот, у нее растяжки на животе, у нее там некрасивые ноги, она боится, она стесняется, она ходит вот в таких вот, я извиняюсь, бабских одеяниях, разве скажешь, что ей 18, да ей 40 даже, поэтому здесь, конечно, мы с ней работали, убирали ей шею, она у нас похудела на 40 килограммов, но 180, все равно много, потом мы ее сделали, договорились с хирургами, сделали ей удаление желудка, прекрасно дошла девочка до 60 килограммов, но мальчик-то ее не полюбил, мальчик уже полюбил другую, и вот вчера я, у меня было время, сейчас идет по, телевизору программы НТВ, по-моему, худеем вместе, или худеем так, как-то, да, вот тоже был разговор, про какую-то Юлю, которую сделали, или по санкции живота, и подбородка, она там, не знаю, вы что-то видели эту передачу, да, ну вот что, впечатляет, лично мне не понравилось, неправильно ведут, показали хирурга, промоушен сделали, пластическому хирургу, а кто с головой этой девочки работал, да никто, мельком сказали, и то показывали, что ей сделали липосакцию с живота, но ничего не изменили, а повесили медиакамеру наблюдения в палате, и она ночью ела пиццу, жареного цыпленка, тайком, просто как собачонка, потому что раздраженный пищевой центр, она хочет есть, и потом, это не только некрасиво, это не только некрасиво, это заболевание, помимо такой усталости, пониженной работоспособности, абсолютной бесперспективности в карьере, вы прекрасно знаете, что фирмы сейчас очень многие, которые пришли на наш рынок, и российские, и иностранные, у них есть дресс-код, и помимо этого, есть еще и как бы сайт, размер одежды, и больше, чем там 46-48 размер одежды, ты не вписываешься в имидж, допустим, компании, значит, двери тебе закрыты, уже даже по внешнему, какой бы ты ни был умный, приведи себя в порядок, тогда ты будешь интересен еще и фирмой, если ты сам с собой не можешь справиться, как ты справишься с теми задачами, которые будут перед тобой ставить, руководители. Так вот, кроме того, что некрасиво, и бесперспективность по карьере, посмотрите, какие заболевания. И заболевания желудка и кишечника однозначно, потому что вы перегружаете его едой. Наши толстяки едят 5, 6, 10 килограммов еды. Мы пробовали, мы считали, говорили, вот вы съедаете порцию, вторую такую же порцию положите в кастрюлю. Посмотрите потом в конце дня, сколько вы съедаете. И когда они видели этот объем, это тоже произведело эффект, потому что такое количество, извините, даже животные не едят. Животные едят, когда они хотят есть, и до чувства насыщения. Наши люди едят просто так, едят за компанию, за животных не знаю. Спасибо, что подсказали. Но самая большая беда, что они доедают то, что осталось. Да? После Нового года, 1 января, собираемся на доедалки. А кто сказал, что салат оливье должен быть на новогоднем столе? Но кто? Почему такая культура в России ночью? Оливье вообще это не русского происхождения салат. Почему мы его возвели в национальное блюдо? И начинаем мечтать о Новом годе именно из-за салата оливье. А почему мы едем в гости туда, где хорошо кормят? У меня был такой пациент, очень известный кардиохирург, очень веселый человек, приходящий к нам в течение многих лет, худеть, и каждый раз с перебором веса. К сожалению, ожирение такое заболевание, что если вы похудеете, а потом бросите заниматься этой программой, вы набираете все, что потеряли, и еще с перебором. Организм запасается. Это физиология такая человеческая, потому что, ну вдруг вы снова начнете худеть, а клетки-то не хотят голодать. Для них это будет стресс. Они откладывают про запас все пищевые вещества, чтобы когда ваша голова в следующий раз повернется на место, и вы начнете свой организм переделывать, у них все-таки будет определенная такая страховка, что ли, по пищевым веществам. Так вот этот профессор мне говорит, Ольга Николаевна не знает, что делать. Я все понимаю. Я сам ругаю своих толстяков. Мне их трудно оперировать. Тем более сердце шунтирование или вены, допустим, да? Не дай Бог, если что-то в животе, какая-то катастрофа, потому что просто не доберешься. Вот такой слой жира. Особенно у мужчины, да? Сантиметров 30-35-40, пока ты дойдешь вообще до брюшной полости. А если какая-то катастрофа, как это все удержать? Это же операция, это же совершенно такая технология, не буду вам рассказывать, но это трудное дело, держать крючки, чтобы раздвинуть раны, состоящие из жира. Она потом плохо зарастает, потом какие-то есть осложнения. Не бойтесь, я больше не буду рассказывать. Не переживайте. И вот этот профессор мне говорит, а что-то вот в голове меняется. В 20 лет, когда мне говорили, слушай, Борь, ну там где-то какая-то тусовка, пошли? Да, конечно, пошли. Даже не спрашивал, что там, кто там вообще. Пошли, потому что будет весело, интересно, девушки молодые, там все не женаты и так дальше. В 40 лет я уже стала спрашивать, а кто там будет, с кем вы там побеседовали? А в 60 я спрашиваю, а чем там кормят? Уже к 60 ничего не интересно, а хочется уже поехать туда, где вкусно на кого-то кормят и вообще получить удовольствие именно от этого. Ну и, к сожалению, рано умер. Талантливый шейхирург умер в 60 лет от тромбоза, эмболии легочной артерии, потому что толстый, потому что сам себя тоже не смог вылечить. Поэтому снижение массы тела, снижение за тем, что вы едите, это профилактика хронических заболеваний и удлинение лет жизни. Если все-таки говорить о том, ну вот на каком мы все-таки месте, мы вписываемся в мировую статистику. Много толстых женщин во всех странах, но поскольку сейчас модным становится активный образ жизни, и высоко развитые страны начинают заниматься своим населением, и вы этим занимаетесь, ваша организация этим занимается, вы не должны быть толстыми. Меня, например, очень радует, например, Чебоксарский регион, где я вижу в зале молодых мужчин, худых, занимающихся спортом, но регулярно посещающих мои лекции или семинары. Я спрашиваю ребята, а вы зачем, они рассказывают о wellness и они рассказывают о здоровом образе жизни, ну, не хуже меня, по крайней мере, замечательно, мне нравится. А говорит, мы хотим все равно услышать что-то новое, что-то новое есть в науке, что-то мы слушаем, но не слышим, и мы хотим быть в такой форме, и мы хотим быть долго, долго жить, мы хотим быть здоровыми. мотивация на здоровье очень сильная мотивация, очень сильная. Я хочу быть здоровым, долго. Я сейчас здоров, но я хочу быть дальше здоровым. Питание – это не только лечение, питание – это еще профилактика здоровья у здоровых людей. К сожалению, оживление у детей сейчас национальная наша проблема. 17-18% детей. Вот посмотрите, вот это же не мальчик, хотя как бы он мальчик. У нас мальчики не мальчики, толстые. И девочки у нас не девочки, у девочек борода растет, у них много очень мужских гормонов, тестостерона. А у мальчика третий размер груди. У него очень много пролактина, потому что оживление. И потому что 18% для России, я считаю, что это в принципе угроза для страны. Это не будут полноценные люди, у них не будет полноценных детей. Они родят тоже детей со скоростью к оживлению, потому что есть генетика оживления, она существует. Просто образом жизни можно немножко поменять свой генотип и не нагружать свои дефектные гены для того, чтобы они закреплялись и передобавлялись дальше. Поэтому, посмотрите, 60% в основном девочки среди всех детей, с сожалению, а девочкам рожать, а у девочек тестостерон, они не вынашивают, у них коренький стус личников, у них нерегулярные все женские функции. Что будет с этим, девочкам? Какая перспектива вообще в нашей стране, да? Кто будет пополнять наше население? Попросили сказать, никогда не говорила, но как-то ваш регион особенный. Мне сначала дали вопросы ваши. Не занимайтесь тем, что просто считается модным. Немножко коснулось этого. Потому что все эти так называемые диеты, которые я сегодня уже перечислила, или то, что вам сказала соседка в электричке, или по лестничной клетке, или подружка, это не ваше. И это вредно в прямом смысле, в психологическом смысле слова. Потому что всегда эти рекомендации, это всегда агрессивные. Они призваны к быстрому темпу снижения веса. Вред быстрого снижения веса колоссальный, потому что вы не вес, вы не жир потеряете, вы потеряете воду. Все эти турбосливы худеют ночью, это все уловки рекламы. Это все не имеет научного подтверждения. Это не работает правильно. Вы можете уменьшить объемы за счет того, что там большое количество словительных веществ и мочеводных препаратов. Вы можете уменьшить объемы, но это не есть потеря веса. Нужно стремиться за то, чтобы уходил жир. Быстро жир не может уйти. День голодания замечательный. Я сама назначаю. Я сама это провожу, когда, допустим, ну, какой-то сложный день, когда нужно, не знаю, плохо сидит платье, а нужно тебе его одеть. И разгрузочный день на воде это гигиеническое мероприятие. Постоянно принимать препараты, которые вас привязывают к унитазу. Ну, зачем? Это не то. То есть, агрессивность диеты в голове это тоже, в общем-то, ударяет. Кроме того, это не полноценность по пищевым веществам, да, это голодание. Что там в этом турбослиме? Что там в этой кефирной диете или в гречке на три дня? Это же голодание. Вы не получаете, опять же, чего? Глотар. Молодцы. Необоснованность. Вы не готовы к этой диете. Вы повелись на рекламу. Вы повелись на аулу Борисову Пугачеву, которая сделала там какие-то другие мероприятия и хорошо выглядит в своем возрасте. Вы же не знаете, что она делает. Вы только слушаете и догадываетесь. И говорите, диета-то вот-то, вот-то, вот-то. Ну, почему? Реклама – это бизнес. Ну, вы же не глупые люди. Зачем вы сами можете что-то рекламировать? У вас есть что. И не рекламировать вслепую, а обоснованно рассказывать о том, что вы имеете в велоспродукцию, да? Это будет на благо. Это будет на здоровье. Это не с экрана телевизора. К сожалению, альфейм еще, наверное, не имеет столько сил, чтобы и делать промоушен. А может быть и сознательно. Как только появляется реклама, появляется большое количество людей-противников, отторгающих это. Не верят уже. Очень хорошо. Лучше так. Лучше не слушать. Лучше приходите в свои команды, обсуждайте эти вопросы, они свяжутся с нами, и мы вам это объясним. Кроме того, это всегда идет как-то самостоятельно. Нет врачебного контроля. Естественно, нет врачебного контроля. Вы не знаете, как у вас страдает кровь, как у вас падает гемоглобин, как у вас страдает мозг, в первую очередь, от того, что не получает белок, это аминокислоты, это питание для мозга. То есть, ментальность уменьшается. Особенно, если это делают подростки, которые должны расти. Дальше еще, вот здесь не видно, вот эти звездные диеты, они подходят именно этим звездам. Я вам больше скажу, поскольку я на телевидении, бываю часто, и вижу этих всех людей. Валерию, недавно с Пелагеем мы общались. Они просто по-другому питаются. А то, что называется их именем, это опять же промоушен. Хорошо выглядит, расскажи, как это. Ну, вы можете там кого-то спросить. Кого-то спросить, кто хорошо выглядит, ты как питаешься. Вам расскажут. Но не факт, что это нужно именно вам. не надо вслепую копировать в чужую жизнь. Почему же все-таки мы толстые? Почему у нас такие дети? Почему у нас каждый третий страдает ожирение? А потому, что вот столько едим. Сколько все-таки употребляют тысячи человек, которые склонят, которые уже имеют ожирение? А посмотрите. Значит, мы решили, что белки, жиры и упрямую. Первая, основные вещи. 300% от нормы, только по животному жиру. Куда это денется? Животный жир, знаете, да? Это или напрямую животный жир. Знаете, что такое животный жир? Не знаете? Вот девушка, блондинка. Не знает. Хотя она и настоящая блондинка, но не знает она. Что такое жир? А вот что такое сливочное масло? Согласны? Так подумайте. Я же, ну, уже тут полчаса выступаю, а вы еще не думаете. Сливочное масло, сало, сметана, а майонез, любимый, вы забыли? А растительное масло? Другое дело, что можно говорить о той или иной пищевой ценности. И будем говорить о растительном масле обязательно, потому что там есть растительные жирные кислоты, да, и те же самые омеги. И не только 3. И растительное масло не заменит прием омеги-3, потому что в растительном масле больше всего омеги-4 и 6. И этих масел больше в других растительных продуктах. А мы дефицитные по омеги-3. Я просто лекцию забегаю вперед, чтобы мы уже к тому, когда мы будем говорить про омеги-3, уже имели информацию и уже думали на эту тему. Это не просто же вот выкинули на рынок омегу-3 и говорят давайте-ка все пейте, потому что это нужно бизнесу комбайной орехи. Нет. Шведы хотят, чтобы у них дети были умные. Норвежцы принимают омегу-3 убитие струк с 4-х лет. И они учат у них 2-3 языка. Это очень связано с функцией мозга. Но если растительное масло, которое вы будете считать полезным, вы будете принимать в любом количестве, на нем жарить, помимо того, что вы получите лишнюю калорийность, вы ничего больше не получите, потому что масло окисляется при нагревании и все эти полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются полезными, превратятся в насыщенные жиры. Они обогатятся при температурном нагревании кислорода и станут просто жиром. И когда мне говорят, я правильно питаюсь, я все жарю на растительном масле. Сколько здесь ошибок? По крайней мере, две. Во-первых, жарю, во-вторых, на растительном масле в большом количестве, во-вторых, вообще вкусно, конечно, вкусно. Более того, это как бы не надо себя ругать за то, что вам хочется вкусного. Мне иногда тоже хочется вот этой грязной еды. Я зайду и куплю себе картошку во фридюре, но это будет, может быть, раз в полгода. Но я успокою свой пищевый центр, съем немного, и хорошо. Это никто не говорит, что просто железный занавес в отношении разных пищевых привычек. Гибкость, но знание, что мы сегодня согрешили, позитивно. Никому не верят, кроме как себя. Вот по отношению к себе просто будьте поаправленнее. Кроме того, это прямые жиры, а скрытые жиры, знаете? В продуктах. В продуктах, да? И вот все считают, например, сосиски. Это же мясо? Где? Где? А вообще мясо? Почему-то считают свинина. Свинина как раз не такой уж и жирный продукт. Свинина и сало, да, но сало это три глицериды. И даже сало более полезно, чем просто колбаса или даже ветчина. Съешьте лучше кусок сала раз в месяц. Получите удовольствие. Для того, чтобы это сало переварить, вы должны затратить большое количество энергии, которая тратится на пищеварение. 25% от всей калорийности уходит на пищеварение. Но вы затратите энергию, а то, что находится в сосисках и в колбасе, у вас транзитом попадает в кровь. И эти все жиры у вас укладываются по сосудам, по печенке, в всех внутренних органах. Так называемые скрытые жиры. Вот они и формируют. Когда человек говорит, я ем кусочек масла, а мне там гинеколог сказал, что это нужно для выработки женских гормонов, я вас уверяю. Эти 30 грамм жира можно взять из подкожно-жировой ткани. Это не касается, конечно, людей очень худых или девочек, которые страдают нервной анорексией. Там совсем другая история. Кроме того, белки животные и растительные. Знаете? Да. Да? Молодцы. Только два волоса. Вот пример, кстати. Учитесь моих детей. Опять пример из моей личной жизни. Я вот, ну, могу рассказать, но времени мало, всего три часа или два часа, не знаю сколько. У меня внук пошел в первый класс, и где-то во второй числе приходит с логической задачей. Вообще программа в школе, конечно, безумная сейчас. Я уже, например, не догоняю, я уже занимаюсь это учениками. Компьютеры, все по перепискам, по e-mail, дневники уже только в интернете, задания в интернете. Ну, знаете, наверное, у вас то же самое. Логическая задача. Он ее, правда, решил. Ну, так, на минуточку подумал. Курица, яйцо, молоко и корова, и яблоко. Что лишнее? Яблоко. Почему? Углевод, углевод. 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 Вот вы, как я. Ну, вроде курица с яйцом совпадает, а молоко с коровой, да, производное. Ответ говорит неправильно. Вернее, ответ правильный, что яблоко лишнее, но объяснение неверное. Потому что углевод, да. Как неверное. Вернее, вода и бенки. Ну, вот видите, его у меня, как бы. Сюда будете, как зачитать. Но это, это же замечательно, что уже в 6-7 лет дети начинают понимать, что такое животные бенки, что такое растительные бенки, да. Хорошо бы еще бы им говорили, а зачем? Дальше уже чуть-чуть. Ну, надеюсь, что это будет. Кроме того, едим очень много углеводов. Посмотрите, сколько углеводов. А простые углеводы, это считается по сахару. Сахар в прямом виде. Вы чай копьете. Я бы сейчас сказала, что вы едите сахар с чаем. Да? Ладно, одна ложка. Одна ложка 5 грамм. 5 грамм сахара? Сколько калорий? Не знаю. Ну, не огорчайте меня. Сколько калорий в 5 граммах сахара? Ну. Так, что такое сахар? Углевод. Калорийность углеводов. 4. 20. Да? 20 граммов калорий вы получаете просто так. Сколько ложек вы съедаете в день? Сколько раз пьете чай? Да? Нам, допустим, 2 ложки. 8 граммов. 4-5 раз в день пьете, а то и сразу по 2 кружки. А посчитайте просто свой сахар чистый. А посчитайте, что вы еще чай пьете с чем-то. Почему у нас так? Почему королева в Европе притая пьет просто чай с молоком? Самая полезная еда. Чай с молоком. Еда. Услышали? Да. Молодцы. Это еда. И когда хочется есть, пожалуйста, чай с молоком. Во-первых, получаете белки молока. Во-вторых, снижается аппетит. В-третьих, низкая калорийность. В-четвертых, хороший мочегонный эффект. Больше плюсов, чем минусов, да? Минусов почти совсем нет. Но вы зато... Черный, зеленый. Все равно. В зеленом больше энергетических, кофеиноподобных веществ. И опять же сразу скажу, не увлекайтесь зеленым кофем. Сейчас пошла вот эта мода имбирь и зеленый кофе. Не обжаренный, не готовый, сырой продукт. Зачем его есть? Весь мир жарит кофе. В Россию пришел зеленый кофе, чтобы неохота было жарить. Просроченный, с различными грибками. То есть мы его еще и гигиенически обрабатывать не будем. Мы будем Россию гробить. Мы будем зеленый и подготовленный для нашего желудка продукт. Зачем? А? Ну вот видите. Все верно. Нам просто не хочется медику, как вы знаете, темы совсем уж часто говорите. Поэтому всегда думайте. То же самое. Здесь, если пара... Это, конечно, средний набор. Вот то, что мы вот взяли это ведро, посчитали, сколько же в целом вот эти люди едят. Но несмотря на то, что они едят много еды, у них есть дефицит. Большое питание, объемное питание не является залогом полноценности. В первую очередь, за счет чего ожирение? За счет рафинированных жировых и углеводовских продуктов. Жирное и сладкое спрайтки, топсикола, все остальные газированные напитки. Вкусно. Да? Согласитесь? Нет? Молодцы. Мне тоже не вкусно. Зачем это пить? Хочется сладкого? Съешьте хороший кусочек шоколада. С удовольствием. Такой вот с новым. С шоколадом. Да. Но согрешите медленно. Да? Получите удовольствие. Пожалуйста. Получите хороший продукт. Зачем суррогат? Зачем заменить этот сахар, чтобы возбуждать свою голову? Чтобы хотеть сладкого? Ведь даже книжка такая есть, вас сожрет Макдональдс. Есть такая книжка, хорошая, очень. Там человек пишет историю, своего погружения в Макдональдс и как бы на себе ставит опыт. Он не ел нигде, кроме как в Макдональдсе. Женщина, по-моему. Я уже много лет назад прочитала, произвела впечатление. У меня дочка, которая так тоже заточена на здоровый образ жизни, худая, она мне иногда вот эти книжки именно для таких лекций покупает, приносит. человек прожил три месяца, питаясь только в Макдональдсе. Причем стараясь соблюдать правила, которые мы туда вот сейчас уже подкладываем в листовки, что есть салаты, есть, можно совмещать салаты с жареной картошкой. И тем не менее, не усугубляясь просто в большие порции, обычный гамбургер, салат, жареная картошка, там, как бы мороженое лает, как они говорят, да, и кола. Три раза в день в Макдональдсе. 40 килограмм в месяц плюс. Почему? А потому что мало чего? Правильно. Мотоцикл. И вот при таком большом объеме еды дефицит по клетчатке. Запор. Потому что еда рафинированная, всасывается стопроцентно. Чипсы всасываются без остатка. Ничего в кишечнике не остается. Поэтому американцы уже сейчас доказали, у людей, у которых с раннего возраста ожирение, в течение всей жизни вес нарастает, 80, от 60 до 80 процентов этих людей к 70 годам заболевают раком толстой кишки. Это медицинские данные. Американские им не верить невозможно. Потому что не хватает именно клетчатки. То, что чистит кишечник. Да? 80 процентов всего. Это еще при том, что люди как-то стараются есть овощи. Мало едят. При том, что едят много жирной пищи, пища вся переработанная, дефицит по витаминам, даже жирорастворимым. Посмотрите, жира едят много, а жирорастворимых витаминов 50% только поступает в организм. Я уже не говорю про водорастворимые, в частности, С, даже больше, практически до 100% дефицит, потому что пища вся переваренная. Зеленую, сырую пищу есть. Трудно, надо жевать. А тут получится быстрое удовлетворение своих пищевых привычек. Очень нехорошая ситуация, например, по калию. Его нужно больше. А кальция, хотя и много, переломов у толстяков. Не меньше, чем у худых. Поэтому кальций не гарантия того, что у человека не будет уступ бороза. Наоборот, нагрузка на опорно-двигательную систему и наличие дефицита по витамину D приводит к тому, что толстые люди чаще имеют переломы. Само тело. Говорим не просто о весе. Сейчас уже современная медицина, ну, это, по крайней мере, последние 10 лет. Учитывает уже состав тела. Что такое состав тела, знаете? Тогда не буду долго говорить, но, в принципе, все мы должны знать, сколько у нас мышечной массы, жира, воды, сколько весит кости, активная клеточная масса, все составляющие организм, системы. Иногда бывает нормальный вес, но жира будет на 10 килограмм больше, чем нужно, а не хватать мышц. Значит, нужна физическая нагрузка для того, чтобы жир потратился на выполнение мышечной энергии и ушел из состава тела и превратился, в смысле, тело уже набрало вес за счет мышечной массы. А кто-то задерживает воду, потому что очень любит соленую пищу. И это тоже, в общем, не полезно, потому что ориентироваться надо на то, что жир копит в себе и воду. И худеют вначале все мои пациенты за счет жира, именно за счет жидкости. Это очень легкий фрагмент состава тела, который может уменьшить массу тела. Но это не есть истинное похудение. Худеть надо за счет жира. А, к сожалению, при четвертой степени ожирения 50% всего веса, вот в той июне, да, мы говорили, сколько? 180 килограмм. 90-100 килограммов жира однозначно. 100 килограммов, 10 ведер. Всегда делайте мысленно, мысленно на себя, образ во что-то вот так, креативно, чтобы люди в этом плане не грамотные. Что такое 100 килограмм жира? Ну, это, наверное, хряк, да? Который там бегает. Да и у него еще мышцы есть. А этот хряк без мышц. Это сава. Ко всему прочему, все, кто страдает ожирением, 80% имеют заболевания сопряженные, как мы говорим, связанные с этой иммунной сетелой. Конечно, в первую очередь, это сахарный диабет. И отсюда жировой гепатоз, то есть жир откладывается в печени. Много жира — это атеросклероз. Атеросклероз — это инфаркт, инсульты. Это онемение рук. Это камни в печени и в почках. Это заболевания позвоночника однозначно. И венозная недостаточность, варикозное расширение вен за счет статической нагрузки большого веса. Это не будем говорить уже о грыжах, шморле или протрузиях хрящей позвоночника, потому что куда же деться этим килограммом? Скелетная наша система не выдерживает этого веса, поседает все. Естественных вещей выдавливаются из своих межпозвонковых дисков. Это заболевание суставов однозначно. И здесь еще как бы не все. А вот в отношении, например, синдрома Пиквика, знаете? Не знаете? А как же Пиквикский клуб? Вы что, Диккенса не любите? Почитайте. Очень интересно. Разные собираясь толстяки, жили, беседовали, эпиквействовали, ели и так дальше, и быстро умирали. Это известно очень давно, но синдром Пиквика пошел оттуда, врач описал, последив за этими толстяками, что же с ними происходит. Это синдрома моментальной смерти во сне ночью, когда идет остановка дыхания. Так называемая сонная опноя. Толстый человек. Мы недавно ели спасли женщину, даже у меня в стационаре. Хотя был небольшой вес, короткая шея. Когда человек засыпает, на моей лекции, тоже, конечно, это угрожаемый по синдрому Пиквика. Но раньше смотрели на партийных собраний. Кто хрюкает носом? Обычно толстенький. Да? А не устают. Это гипоксия. Гипоксия мозга. Жира очень много. Когда сдавливаются еремные вены, сдавливается, диафрагма поднимается, а ты сидишь. Еще меньше. Экскурсия легких. Гипоксия мозга. Человек отключается. То же самое ночью во сне. Он лежит, пережимает себе шею. У него, естественно, центр начинает работать по-другому. Он теряет сознание. И вы, наверное, знаете таких людей. Дышит, громко, храпит. И тишина. Вот она знает. Она не знает про жиры, но она знает про эго. Так вот. Это же ведь очень опасно. Отключается на минуту, бывает на полторы. Да? Знает. Сталкивается. Мой муж храпит. Пусть он храпит. Пусть он сходит на сонографию. Пусть ему сделают энцефалограмму и дадут маску кислородную на ночь. А с аппаратом, конечно, удовольствие маленькое спать, когда муж в противогазе. Ну что делать? Но зато, по крайней мере, он выживет. У него не будет гипоксии мозга в этот момент. Он не умрет. А в общем-то, это очень серьезное заболевание. Более того, этот синдром сонного апноя сейчас очень популярен в науке. Его изучают, потому что развиваются от гипоксии мозга различные заболевания в органах, потому что не попадает кислород. Кислород очень нужен для окислительно-восстановительных процессов. Он вреден при некоторых заболеваниях, мы там сегодня говорим, и как угрожаемый элемент достоверения, поэтому мы пьем антиоксиданты. Вы перекидываете мостики вот туда, о чем мы будем сейчас позже говорить. Это все идет из серьезной науки о заболеваниях. Это идет в практический выход. Вот про меня поговорим. Вот вам, пожалуйста, аргумент пользы антиоксидантов. Весь мир этим пользуется. Что мы с вами сформируем? В каком окружении мы живем? По какому подобию мы питаемся? А питаемся мы по подобию нашей семьи. Мы многое делаем по семье, правда? Как живет наша мама? С папой или нет? Какие у них отношения с родственниками? Ругаются они или нет? Кто меня воспитывает? Тетя Мотя, соседка, или мама с папой? Или бабушка на всю жизнь в деревню бабушки? Без мамы, без папы. Это называется образ жизни. Это называется программа жизни, которая записывается у человека маленького, беспомощного, зависимого. Начиная от того, с кем он живет, как он живет, как он одевается. Я извиняюсь, вы его учите садиться на горшок. Учите его держать ложку. Учите писать в школе. Почему не учите более важных вещах? Модель поведения, она останется на всю жизнь. Мы будем говорить о колдовстве, о заклятиях, о родовом проклятии. Мама без жены, без мужа, бабушка, без мужа, прабабушка, без мужа, дочка, без мужа. Какое проклятие? Это образ жизни. Эта девочка никогда в доме не видела мужчины. Она не знает, что должен быть папа. Не получается с папой жить. И кто в окружении не жил. То же самое касается всего остального. Чем кормит ребенка в детстве? Если он не получил знания из окружения своего в школе, от учителей, он будет точно так же воспитывать своих детей. И мы будем получать из поколения в поколение одни и те же ошибки. С одной стороны, конечно, хорошо. У меня работа будет долгой. Еще на мою жизнь хватит. Но обидно все-таки с вами все. Правда? Ну согласитесь. И вот эти привычки мы должны все-таки прививать детям с детства. Я пришла в детский сад с одним из моих четверых внуков и увидела там всех толстых. Ну ладно, думаю, поварихи. Манэ, каша, пирожки и так дальше. Ну так, ладно. Ну профессия такая. Хотя уже сейчас современные повара. А в ресторанах, знаете, уровня Миши... 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 Вообще нет толстых поваров. Потому что их часто приглашают в зал. С ними беседуют гости. Неприлично плохо выглядит. Даже если ты повар. Ну и что? Ты же такой же человек. Ты после работы пойдешь тоже в ресторан. Или ты пойдешь к своей любимой жене, в семью. И тебе должны выполнять все остальные функции. Ты еще должен быть толстым. Профессия никак не объясняет. Мне говорят, а я кондитер. Я каждый день ем зефир. Зачем? А у меня другого нет. А зачем ты ешь чужой зефир? Ты съела мой зефир? Ну что? Ну что, Рома? Мы приехали в Перль. Одноявная почта. Какой-то у нас подпознакомый. Извините. Мы приехали в Перль. На кондитерскую фабрику не следует. Да? Прекрасные были конфеты российские. Ну, как бы экономический кризис. Фабрика перестала соответствовать всем нашим требованиям. Выкупили и эту фабрику швейцарцы. Стали производить конфеты и следы. Сам швейцарец тонкий, своркий. Ну, пригласил институт питания. Я возглавила эту группу. Мы поехали прибивать, сеять вечное, нужное, доброе в плане оздоровления коллектива. Он сказал, я не могу смотреть на таких женщин. Я не хочу, чтобы они у меня работали. А других-то нет в Перми. Он же не привезет из Швейцарии работникам на кондитерскую фабрику. Да, он берет то, что есть. Вот он им построил бассейн. Он им сделал кухню. Пригласил нас, чтобы мы составили рацион и питание. Чтобы мы посмотрели. Ну, на кухне работают русские пермячки. Надо же, кухня замечательная. Но есть это мы не могли. И все соленое, все пережаренное в супах. Да? Как следует заправленное там этими жареными овощами на сале. Себеньки. Пельмени жареные. Из свинины, с майонезом. Это второе. Ну и масса всего. Селедка, квашеная капуста. Это все называется обед. И очень сладкий комармот из сухофрукта или из сока. И считается, что сок-то это замечательный. Я говорю, зачем вот сок? Ну, полезно же. А что полезного? А зачем вы крутите компоты, угрожая себе, я не знаю, там, кипятком, сиропом этим? Тратя время. Вы могли бы погулять, сделать гимнастику, попрыгать, побегать, почитать, подумать о питании в интернете, послушать мою лекцию в ютубе. А вы крутите компоты. И говорите, что это полезно на зиму детям. Или смородину один к двум. Делаете? Нет. Молодцы. Делаете? Уже нет. Замораживайте ягоды. И делайте непосредственно, вот, перед употреблением морс, и не очень долго кипятите, потому что хоть какие-то остатки витамина останутся. Зачем же эти компоты, где вообще будет минус витамины, и одни только сахара простые. А мы наливаем в стакан ребенку, пей. Сок – это витамины. Ничего там нету. Не нужно. Весь мир от этого ушел. И пакетированные соки пейте осторожно. Восстановленные соки. Прочти. Вообще не имеют витамина. Что бы там ни писали. Мы их проверяли. Ну, остаточные какие-то вещи, если бы тот только-только сделан. Но Россия есть Россия. Я как бы остаюсь при своем мнении. Я кого люблю, я им всем запрещаю. Что это делать? Свежевышатые соки. Как бы не входит в программу. Немножко сейчас уйдем в сторону, чтобы вы отдохнули. Свежевышатые соки полезны. Но это не здоровый образ жизни. Это не здоровое питание. Вот он согласен кипает голова. Почему? А потому что много углеводов. А потому что высокий гликемический индекс. А потому что в этом соке апельсиновом в скакане 4 апельсина. А? И вы молодцы. Слушай, какая у вас команда. Клетчатки нет. Правильно? Потому что вы съедая один апельсин, во-первых, вы жуете, успокаивая свой центр, получая удовольствие. И вот это оральное удовольствие одно из трех серьезнейших удовольствий. Больше нету. Остальные знаете? Такое. Хорошо. Что? Что сказал? Третье. 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 А то радуетесь, какое? Третье. Все, 12 ездили. Ну, последнее. Секс. Так. Ну, что-то с кроватиками. Ну, взрослый. Еда. Третье? Майк. По-большому, который называется. Артон, ничего, я не превышаю свою помощь. Ну, зато, по крайней мере, знаю. Вот, к сожалению, эндорфины вырабатываются только на эти три позиции. Так организм у нас устой, физиология такая. А все остальное мы придумываем. И мы едим много, только для того, чтобы получить удовольствие. Я думаю, что после сегодняшней встречи, заходя в санитарную комнату, вы будете заменять одно удовольствие на другое. Так, надо вскоре немножко. Значит, все-таки, что такое еда? Да, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна, макро-микронутриенты и масса всего. Ну, хотя бы вот это расскажите детям. Покажите эти слайды. Лишних продуктов действительно нет. Они все нужны. Они все различаются. Даже белки, белковые продукты, они все различны по аминокислотам. Поэтому нужно есть разные типы белка. Ну, нужно употреблять. Не любое слово «сидеть». Сидят, знаете где. Много мест, где сидят. Да? Но диета – это диета. Соблюдают диету. Соблюдают режим питания. Уже от слова «диеты» мы отходим. Диета – это какое-то лечебное мероприятие. Уже будем говорить об индивидуальном питании, об индивидуальном рационе, о том, какой вы рацион соблюдаете. Более широко. Так вот, белки нам для чего нужны? А без него расти-то не будут. Дети наши в первую очередь. Да, рост – это гинетически закрепленная ситуация, функция. Но можно увеличить количество белка, немножечко помочь ребенку. А еще если нагрузить его физическими нагрузками и витаминами, чуть-чуть все-таки подтолкнуть эту функцию. Развивать. А что такое развитие организма? Это полноценное функционирование всех систем. Сердце растет. У ребенка они растут почти только глаза, поэтому видите, все большие глаза. А все остальное – это растет. И на все нужны белки. Без белков не будет работать никакая система. Если вы не будете давать дополнительные белки в рационе, то организм их все равно возьмет только из органов и из мышц. Значит, эти органы, и в том числе мышцы, будут страдать, вы их будете съедать. Организм все равно будет идти по своей программе. Родился организм, человек запрограммированный, биологический субъект. Он рождается, к сожалению, с условием, что он когда-то умрет. Но он должен свою жизнь прошить. И все органы жизневажные должны работать. Так надо ему помогать это делать, давать белки. И рост развития. А иммунитет. Вы знаете хорошо про иммунитет инфекционный, да? Что, допустим, если заболел витриной оспой или красной оспой, больше болеть не будет. К сожалению, вот жизнь показывает, что это тоже не так. У нас уже и второй, и третий раз болеют даже взрослые витрянки. Практически стопроцентное поражение людей вирусом гербиса. Не говоря уже сейчас о других серьезных инфекциях, мы их носим. Нам никуда не деться от вирусов. От вирусов папилломатоза, которые имеются онкопротекторами. И если у вас не будет достаточно количественного белка, онкопротекторы не очень сложны для вас. То есть, да, если как? Да, да, молодцы. То не будет противодействия в организме. Иммунная функция, она не только против инфекций. Она и против чужеродной пищи. Она и против вирусов. Она в целом, система иммунитета, это 5 килограммов. Вот кто слушал стикстена, вы должны были впечатлиться тем, что желудочно-кишечный тракт, сложная система, особенно кишечник, локсины там с разными отлетлениями, 6 мер роста у нас кишки. Так что если вы 1,5 метра 50 умножите на 6, какая длина кишечника? И это все всасывает, все, что вы положили в рот. И полезное, и не полезное. Потому что этому никуда не деться путь один. От рта до прямой кишки выхода нет. Некуда деться в пище. Все всосется. И вот ворга в кишечнике еще и живет от 3 до 5 килограммов микроорганизмов, которых тоже надо кормить. А там еще и вирусы поселяются. И им тоже нужны белки. Поэтому то, что вы съедаете, не всегда стопроцентно, ну в смысле стопроцентно, но это не всегда стопроцентно обеспечивает ваши потребности. Почему все-таки практически весь мир, а сейчас уже даже многие косметические, фармакологические фирмы переходят на добавки белкового происхождения. Потому что всасываемость очень быстро. Микроорганизмы это брать не будут. Они будут брать из пищи белки. А добавленные, вот в виде сухих смесей, есть таблетированные формы белка. Они только помогут организму справляться с различными нагрузками. Это, конечно, гормоны, которые только белкового происхождения. И половые гормоны, и гормоны кишечника, и нейромедиаторы. То есть все наши системы имеют свои гормоны и медиаторы. И они все белкового происхождения. Это все нужно. Жиры, строительные функции, формирование мембраны. Через мембрану все передается. Организм это большое количество клеток. Клетки везде. В каждой клетке есть ядро, ядрышки, метафорды. И вы читаете, очень интересно, что такое клетка. Дети учат, там клетки, клетки растений. В каждом есть клетки сердца, разного вида мышечные клетки. И тогда каждая клетка хочет есть. Но есть-то она должна правильно. Но чтобы получить эту еду, должны быть жиры, потому что транспорт через клетку идет с использованием так называемого липопротеинного комплекса. Соединение жира и белка. Жиры тоже нужны. Углеводы, да. И углевод не надо. Я говорю только про простой сахар, что не нужно. Все равно вы его немножко получите. Кусочек хлеба, там есть сахар. Там магородные изделия, там есть сахар. В конце концов, все углеводы превращаются в глюкозу. Все, иначе они по своей тяжести молебулы не просочатся через кишечник. Кишечник дробит все до микрочастиц для того, чтобы протащить это в кровь, за стенку кишечника. Если вы съели больше, котлеты, бифштексы и, я не знаю, зефир, это же ни в крови не бегает. Да? В крови нет этих продуктов. В крови есть уже микромолекулы, соединенные с транспортными белками, которые разбегаются по организму. Вы посмотрите на себя изнутри. Откройте внутреннюю болезнь. В интернете он есть. Очень полезная вещь. Сразу не хочется быть толстым изнутри. Поэтому в диете должны быть все продукты. Просто сочетание их должно быть правильным. В общем, в целом, какая-то вот медицинская часть такая, вот больше не буду ничего рассказывать. Я считаю, что каждый человек для себя решает. Хочу выглядеть хорошо. Ну, кто откажется, правда? Можно побежать к пластическому хирургу. Если есть деньги, можно делать бесконечные медицинские какие-то процедуры, косметические, но по всему телу все не сделаешь. Выдает походка, выдает блеск в глазах, выдает много чего. Хотите выглядеть молодым, не имейте ли избыточной массы тела? Не будете иметь избыточную массу тела? Ну, например, будет меньше проблем со здоровьем, меньше будете тратиться на лекарства, меньше будете ходить в различные там лечебные кабинеты. И, естественно, вы сможете помогать своим детям, своим близким, как старт замечательный в плане денег, в плане образования, в плане контакта, в плане помощи, по многим позициям. Поэтому рациональное питание, как бы, дает такие вам полномочия. Надо этим пользоваться. Я думаю, что вы это знаете, да? Видели, то есть, как научить человека, сколько ему надо есть. Много, как бы, слов разных, красивых, но конкретные рекомендации тоже важны. Ну, вот показывайте. Показывайте, например, это. Мы раньше работали с пирамидой питания, но она довольно тяжелая, на мой взгляд, потому что там 6 порций, 4 порции. Даже если это все соблюсти, как бы, как наука сказала, для очень многих это много, это большой объем еды. Я, например, столько не съем, потому что это не нужно. Это все важно именно для того, чтобы понимать соотношение. Часть должно быть белковое блюдо, четвертая часть. Половина – это овощи разного цвета. Сразу по овощам. Вот это капуста. Пожалуйста. По возможности каждый день. По возможности каждый день. Вот это овощи. Помидор, знаете? Ой, помидор, томатная паста. Единственное, что еще могу разрешить, кенчук, если нет помидора. Особенно мужчинам. Особенно с семечками. Потому что там лейкопен. Потому что это эректильная функция. Половая функция мужчин при профилактике рака предсталенной железы. Лейкопен. А? Что? Лейкопен. Сколько? Да хотя бы один, два. Сколько можно? Семечками. Семечками. Семечками, конечно, нет. Но покупайте БАДы, если и кормят в аптеках. Но зачем? Еду-то какую-то нужно употреблять. Перец. Чемпион по аскорбинке. Особенно оранжевый по каротину. Оранжевый перец не отказывайте. Вообще, чем больше цвета на тарелке, тем лучше глазам. Тем больше успокаивается мозг. Красиво. Пока пожуете. Нарезайте себе такие ассортирующие. На столе пусть будут длинные брусочки моркови, сельдерея, перчика. Хочется есть. Схватил, пожевал. Немножко переключился. В то же время получил хорошую клетчатку, яскорей, витамин С. Обязательно должно быть в рационе крупы. У стиксдена, в эгелезе, когда я была, такой был стул здорового питания. Орехи, не соленые. Но это не значит, что орехи нужно есть, во-первых, каждый день, во-вторых, много. Четыре ядрышка. Лучше фундук. Менее калорийный. Хотя, конечно, грецкий, там много витамина Е. Замечательное кишью. То есть, как можно больше по набору пищевых продуктов должен состоять рацион. Разнообразный. Но немного, по чуть-чуть. Размоченная крупа. У нас есть дикий лист. Замочите. Добавляйте его в салат, в суп, в кашу. Замочите гречку. У шведов, например, и вообще в Европе нет гречневых. У них нет гречки. И когда Стихстен узнал, что у нас еще есть перловка, он был счастлив. Он сказал, вот бы нам бы, у нас бы вообще в Швеции не было бы проблем с онкологией толстой кишки. Потому что она плохо всасывается, она дает насыщение, она имеет хороший микросостав по минеральным веществам, а мы про нее забываем. И вообще каша, это у нас такая сладкая еда с большим количеством масла. Не надо это делать. Есть еще другие важные дела. Ешьте крупы, допустим, замочили с вечера гречку, замочили с вечера рис. Взрослый, конечно, человек, если нет язвенной болезни, я не говорю сегодня о болезнях, сейчас. Если все нормально, замочили эту крупу. Две ложки. Не надо больше. Сухо там, как-то невкусно, но долейте туда йогурт натурального, кефира, отруби. Как можно больше чего-то такого тяжелого, чтобы в организме было ощущение, что вы получили еду. Добавляйте эти размоченные крупы в салаты. Замечательно, чечевица. Замечательно, кускус. И, кстати, очень вкусно. И должно быть это, потому что вобовые вообще очень важны. Там есть серы, содержащие аминокислоты, которые нет практически в других продуктах. Это очень важно для иммунной системы. И вот такая вот тарелка. Посмотрите, сколько овощей и кусочек, конечно, там на гриле или отварной, куриное мясо, рыба. Ну, норвежцы вообще скандинавы едят рыбу больше, чем мы. Вы вообще не говорите? А? А замоченные можно хотя бы 5 минут поварить? А, что ж хотела спросить? Среди не варить, да? Можно. Поварите. Поварите 5 минут. Гречку с замочкой не будет достаточно. Если вы на ночь замочите гречку, утром с речкой. Перловку поварите, да. Перловку поварите, поставьте в холодильник и каждый день по ложке. Замечательно. Поэтому здоровый образ жизни и питания, конечно, неразделимое понятие. Это у вас из каталога в каталог идет. Это как классики марксизма, деминизма, но никуда от них не выдержишь, да? Вот и это, например. Поэтому правильное питание важно, важно. Это здоровье, это здоровье. Какой чинаш с утра. Я правильно питаюсь. Зачем? А потому что я занимаюсь профилактикой различных заболеваний и хочу долго жить. И потому что я хочу получать много полезных веществ для организма. но я пока не болею. И многие говорят, да зачем? Да я буду есть как хочу. Я же вот так питаюсь и я не болею. Ну, дорогой мой, ты заболеешь через 10, через 15, ты уже забудешь, как ты питался в молодости. Пища долгосрочный фактор. Это не инфекционные заболевания, это не пищевое отравление. Ты сразу через несколько часов понял, что ты съел что-то не то. Да? Это накапливается в организме. И вы узнаете через 20, 30, 35, 40 лет происходит, проходит от момента, допустим, вот какого-то образа жизни, образа питания, ну, допустим, переизбытка жира в организме до клинических проявлений атеросклероза. 35, 40 лет. И это так и совпадает. У нас в 40 лет очень высокий процент инсульта. У нас 35 лет умирают люди от атеросклероза, от инфаркта. У нас у детей уже атеросклероз с 80-ти лет. У нас уже 12-ти летние дети страдают гипертонической болезнью и жировыми гепатозами. А кто в этом виноват? Ну, не они точно. Вы знаете же, прекрасно все по собаку я 10 раз рассказывала. Ну, от нас же зависят и дети, и животные. Вот вам модель поведения взрослого и положения в семье. Если у нас толстые дети и толстые животные, естественно, значит, вы им что желаете? Чтобы они к 40 годам приобрели смертельные болезни. Ну, какой аргумент еще? Я не знаю. Мне кажется, сильнее не надо. Как вообще определить, что чего-то не хватает? Тоже, по-моему, у вас есть слайд в каталоге. Это или болезни, чего-то вы едите больше, значит, уже есть какие-то болезни внутренних органов. Это, естественно, плохие волосы, то есть придатки кожи. Ногти, волосы, плохие зубы, частая заболеваемость, усталость, плохое настроение, это, конечно, не так однозначно. Масса есть причин, но в том числе и питание. Если у вас будет не хватать витамина Д, вы запрограммированы на то, что вы будете со стороны нервной системы испытывать определенный дискомфорт, у вас будут неврологические заболевания. А вам назначат, что витамин Д в уколах, витамин В в уколах, витамин Д в каплях. Да? Не надо делать уколы витамины. Витамины, которые принимаются через рот, они более полезны, это более физиологично. А внутривышечное введение витаминов почти бесполезно, да еще угрожаемо для толстого человека развитием абсцесса, потому что часто попадают в жир, хранит мышцу, и голод короткий. Человек толстый не достает и голодомышцам. И полноценность этого витамина почти нет. А человек ходит на процедуры и счастлив, что он лечится, что он как бы помогает своему организму. Какие витамины, я думаю, вы знаете и зачем они нужны? Это, конечно, необходимое питание для клеток, для построения клеток. Они помогают переваривать углеводы, превращать углеводы в энергию. Они, естественно, служат для профилактики заболеваний. Сами знаете, сталкивались, что если простудные заболевания, то, пожалуйста, все рекомендуют выпить эскорбиновую кислоту. Вот просто такой пример, который как бы жизненно передается из поколения в поколение. Ну и вообще по названию витамины это жизнь. Все это, слава Богу, уже третий век известно, что это подвергать сомнению. Зачем? Если это уже поколение не доказано. Вы это имеете? Имейте. И я это пью. И многие люди, которые, в общем-то, идут в ногу как-то с мировой наукой уже это не обсуждают. Уже на всех наших съездах, в МРС, отношение к витаминам не надо ли или не надо? А что еще может сказать наука о пользе витаминов? Или, например, о транспорте? Или с какими продуктами сочетается? Или в каких продуктах больше или меньше? Потому что сразу все изучить невозможно. Или какие регионы более дефицитны? Ну, в целом, физиологическая норма витаминов должна присутствовать у каждого человека с как можно раннего возраста. И об этом вам педиатр уже писал, говорил, это было в каталогах. Вы слушайте, потому что, к сожалению, у нас в России почему-то существует привычка негативизма. Не верят. Ну, я не знаю, какой величины еще перед вами должен был эксперт быть, чтобы вы его просили. Пугачева? Ну, не обещаю, но постараюсь. Да. Пугачева пьет витамины. Да. Потому что он хочет жить долго, молодо, счастливо, воспитывать своих детей. И никуда от этого не деться. Зачем сомневаться? Почему мы все время ищем минусы? Вот мне интересно, мы все время подвергаем сомнению практически все. И даже думаю, что сегодня выйдет. Ну, чего особенного она нам сегодня рассказала? А вы все-таки поищите позитив. Потому что, ну, к сожалению, на негативе, на негативе, на таком вот отрицании очевидного многие уже существуют, почему-то считая, что они вот умнее. Ну, вы же не можете иметь... Вы же читаете книги, вы верите. Вы сказки читаете, вы верите. да? Вы читаете любовные романы и романы. Никто же из вас как бы не думает, придумала. В жизни бывают еще похлеще и поинтереснее. Поэтому, наверное, нужно немножечко меняться психологически. Не буду ничего подробного, все вы это знаете. Очень удобная форма. Если какие-то будут вопросы, мы их обсудим. Но то, что придумала Арифлэм, я вообще не знаю больше такой еще организации процесса, когда у тебя в одном пакетике есть фактически все, что нужно найти. Очень удобно. Во-первых, вы подстраховываете жиром всасывание витаминов, жирорастворимым, особенно, если завтрак у вас, допустим, ограниченный или там какой-то день, да, то есть витамины у вас точно будут усвоены. И есть у вас минералы, и очень хорошо, что в средней дозе. У американца очень агрессивные наборы. У них больше белка, там смесь витаминов и минералов вместе, у них как отдельное питание идет, а не добавка к питанию. Поэтому, в общем-то, не всем и подходит. У нас сейчас Гербалаев провел клинические испытания, мы дали им замучение, хорошая система, но там-то должны сто процентов работать врачи, потому что это более сложная программа принятия вот этой всей схемы. То же самое по ингредиентам в плане антиоксиданта. Я вам сказала, на антиоксидантах сейчас очень много построено. На антиоксидантах сейчас создается новая косметическая смесь. Антиоксиданты или антиэйджинговые рационы слышали? Антивозрастные. Женщины наверняка знают. Лиеты против старения антиоксиданты. Они есть. Они все построены на продуктах, в которых содержится большое количество антиоксидантов, включая витамин. Пока не было астаксантина, а его не было 6-8 лет на рынке, мы всем назначали витамин Е. Онкологические больные во всех своих программах получают витамин Е как антиоксидант, потому что онкология это процесс очень сильного закисления. Так же как старение это сильное закисление, его надо снять. Реакция организма из щелочной переходит в кислую, это надо снимать. Это мешает работе многим органам, это является признаком старения. Во всех геронтологических санаториях все пожилые люди получают астарбиновую кислоту, витамин Е или какие-то такие имеются антиоксиданты для того, чтобы все-таки старые люди имели качество жизни немножко другое, потому что это энергетика, потому что это настроение, ну и так дальше. У шведов есть водоросли. Часто спрашивают, а почему именно вот это? Да не почему. Потому что она у них есть. Потому что они любят свою страну, они используют свое сырье, они этим делятся с другими. Почему нет? Почему шведы хотят хорошо, молодо жить? Почему мы все подвергаем сомнение? Все. У меня больше нет как бы аргументу, сами думаете. Добавили экстракт черники, замечательно, еще один источник, усиленный. Может быть водоросли качается, не знаю. Может быть нашли новый источник, потому что технологии идут. Почему бы не использовать еще этот продукт, если появилась новая технология, если есть эта ягода, если ее можно использовать. Значит, нужно это использовать. будет только красота, будет страшная сила, как я говорю, и полезна, и обоснованна. Да, в порции лососи есть еще свои преимущества по наличию омеги. Про омегу немножко сегодня говорили. тоже как отче наш. Сейчас уже современная нутрициология говорит о сбалансированной форме. Таня, белки, жиры, углеводы, на 1 грамм нормального веса, 1 грамм белка. Как отче наш, вы должны знать. Касается взрослых, другие, другие, немножко, но мы. Это омега, полиненасыщенные жирные кислоты, и замечательно, что они из капсулы. Нет, калорийности тот, который мы употребляем, когда вводим растительное масло в чистом виде. Более того, это масло еще тратится, допустим, потеряются свойства при кулинарной обработке, повышается калорийность рациона, в этом случае этого мы избегаем. Да, это очень нужно, потому что содержит важное, это вот страшное слово ЭПК, и коза, пенотериновая кислота. Не надо вам это помнить, просто один из вариантов жирных кислот. Незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, и которых мало поступает с пищей. Не убрал. Пойдем дальше. Сказал, уберешь. Ну, как бы, ничего страшного в этом нет. Мы, по сути, работали с Гербалайфом, определенные выводы для себя делаем. Какая фирма с чем работает? Какая фирма ставит где акценты? Вот сейчас антиоксидантами очень увлеклись в Институте питания Гербалайфа. Есть такой институт, не знаю, знаете вы или нет. Создан в Гербалайфе в самой структуре фирмы Институт питания с мировыми экспертами. Потому что они тоже хотят долго жить. Они тоже хотят получать нужные современные полученные на современных технологиях а у паникации с этим нет проблем. Вещества, которые сто процентов будут усваиваться и помогать организму. В том числе антиоксиданты. В том числе они доказали, что антиоксиданты нужны для работы мозга, для работы нейропетильной системы. Значит, это будет профилактика старения. В первую очередь старения мозга. Но вы знаете склероз, разные заболевания. Мы забываем, путаем. Все это страдает мозг. Это говорит о гипоксии мозга. От того, что не получает питание мозговая клетка. Антиоксиданты работают в этом направлении. Поэтому современная нутрициология эту сферу сейчас вопрекает практически в работу всех фирм, которые занимаются БАДами, смесями, ну и другими видами пищевой продукции. То, что есть БАДы, это как бы ничего нового. Я вам не скажу. БАДы были уже еще у нас в России до войны. Были энтеральные смеси, которые помогали на линии фронта получить людям питание. Какая там кухня, какая там каша. размешали или были даже сухие таблетки гидролизата такие горькие, противные, невозможные, но все-таки это были виды еды. Это сделано было еще дальше для выведения людей после операции, у которых например нет пищевода. Как он будет глотать? Делали дырку или как называем стому и вводили еду в желудок. Это и сейчас делается при онкологических заболеваниях. А что можно ввести в желудок? Жидкую пищу. А эту жидкую пищу кто-то должен приготовить? А в больнице это не всегда возможно. Родственники тоже не у всех есть. Придумали вот эти энтеральные смеси или сухие продукты, которые легко готовятся. Замечательный у вас продукт. Как это их наичер область. Мы его посмотрели. Продукт, который влияет на метаболизм, то есть на обменные процессы. Они есть и в других фирмах. Они есть еще в разных других вариантах. В Арифлейме есть такой. В Арифлейме этот продукт сбалансирован. Две трети животного к трети растительного это формула сбалансированного питания по белку. Мы столько должны есть. 30% белка, который мы потребляем должно быть растительным. Здесь вы видите готовый продукт в правильном соотношении, который не отягощен ни витаминами, ни минералами. Все это можно развести. Некоторым нельзя витамины. Почему не надо вводить белок? Почему нельзя отдать бабушке, которая уже старенькая, которая плохо усваивает котлеты? Почему ей в кашу нельзя положить ложку этого коктейля? Почему не обогатить ей яблочное пюре на десерт ложкой этого коктейля? Почему не дать ей кефир с ложкой этой порции белка? Потому что в кефире белка мало. Бабушка только будет лучше себя чувствовать, быстрее бегать и меньше будет развивать склероз. Она будет с вами еще больше общаться. Хороший продукт, который просто нужно найти креативно, найти способ применения именно в вашей жизни, в жизни вашего коллектива. У всех разные условия. Кто-то соглашается со схемой, которую предлагают шведы, замечательно, а кому-то это не подходит. Россия это другой рынок. Россия это разные сонны, это разный менталитет. Якуты к этому очень даже адаптированы. На Дальнем Востоке замечательно принимают этот сухой продукт. любят сухие продукты, они знают про них. А когда я была в Краснодаре, Воронеже и в Ростове, весь зал шумел, зачем вы нам это впариваете, как они говорят, когда у нас есть натуральная хозяйка, и мы можем все получить из своего огорода. Не можете вы все получить. Все равно вы не получаете того белка, который нужно, или не в том соотношении. Поэтому, к сожалению, мир меняется, меняются продукты, меняются технологии производства этих продуктов, и нам смеси биологически активных табак, к сожалению, нам сейчас не обойтись, если мы хотим быть здоровыми. Почему мы совершенно не боимся принимать таблетки? Мы пьем гормоны, мы пьем сахар, снижающие таблетки, мы пьем то, что нам, в общем-то, выписали, и не боимся, да? Почему мы не боимся пить антибиотики? Мы не знаем, какого они происхождения. Мы верим, мы верим, да? Почему не верить тому, что полезно и уже доказано уже в десятилетии? Просто кто еще забыл, пожалуйста, формула сбалансированного питания по отношению к одному грамму белка, чуть меньше жира и 3,5 грамма углеводов. Просто посчитайте для себя на нормальную массу тела. И дальше уже считайте калорийность. Все, что есть в интернете только по калорийности, это неверно. Калорийность можно взять двумя плитками шоколада, не получив совсем белка, получив только жир и углеводы. и это будет не сбалансированное питание, калорийность это не нужно. Она будет у вас транспортирована только в жировую клетчатку. Поэтому вот вам объяснение баланса соотношения белкового. Естественно, индекс массы тела вы знаете, как это вы считаете, или рост недоступен, уже более другой формулой. Просто вы должны знать некоторые показатели здоровья, я потом попозже их еще перечислю. Сейчас несколько слов давайте уже о испытании. Есть кто ни разу не слышал про это? Есть, 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 не слышал. Много? Да. Можно всего 4-ю? Как испытывать? Ну, сейчас быстро, да, потому что уже, наверное, у тех, кто слышал, уже это в зубах навязло. Но, к сожалению, это было. Из этого никак не выскочить, да, мы проводили это испытание, нового, ничего за 3 года не добавилось, не могло, потому что мы 3 года назад провели испытание, эти научные данные, они у нас остались, мы этим пользуемся, и измениться они никак не могли, поэтому для тех, кто знает, повторение, как бы, тоже не бесполезно, кто не знает, слушайте. Пришли, показали продукт, естественно, сделали очень хороший первый шаг, организация, и администрация Рефлейма, пришли, предложили, потому что хотели узаконить использование коктейля, как пищевого, пищевой добавки в регионе России, а кроме как институт питания, такого разрешения никто дать не может. Пришли в институт питания, естественно, нужны были клинические испытания, пришли к нам в отделение, потому что 3 года назад продукт позиционировался как продукт для борьбы с ожирением. Актуальность эта осталась и по сей день. И в схемах, как мы говорим, редукции массы тела, снижения массы тела он должен быть, он применяется, это научно доказано, он и по сей день используется, уже теперь нашими, с Вами усилиями он получил еще и большее распространение для программ поддержания здоровья у здоровых людей для профилактических хронических заболеваний. Почему нет? Замечательный продукт, который должен использоваться и здоровыми людьми для того, чтобы они продолжали как можно больше быть здоровыми. Вот, посмотрим на химический состав этого продукта, естественно, на одну порцию мы увидели 7 г белка, замечательно, есть мясо, которое содержит 8 г белка, то есть фактически как 100 г мяса. Более ненасыщенные жирные кислоты, замечательно, то, что нам не хватает. Пищевые волки нерастворимы, да, то ничего, мы сегодня уже узнали, что, в общем-то, их не хватает. Калорийность очень низкая, фактически, в общем-то, таких продуктов мало. Еще низкий гликемический индекс, нет того сафора, который содержится как бы в продуктах со сладким вкусом. Все соответствует тому, что этот продукт может использоваться и при оживении, где ограничиваются углеводы и жиры, содержание белка нам поможет в наших ограниченных диетах, низкий гликемический индекс, значит, не будет ничего откладываться про запас. Нечему, жира мало, углеводов мало. Взяли на испытание. Посмотрите, как этот коктейль соотносится с другими дозами белка по продуктам. Мясо говядины чуть, ну, в два раза больше, но, как бы, 7 грамм это неплохо, 7 грамм это практически омлет. 50 граммов творога то же самое, то есть, соотношение по белку неплохое. У вас еще появился суп. Суп это 10 граммов белка, а суп и, скажем, позже. Разница только в том, что здесь только растительный белок, здесь нет животного белка. Поэтому замена коктейля на суп нецелесообразна. Нужно употреблять и то, и то. То есть, когда мне предложили сказать, ну, начинали работать мы с с введением супа, допустим, вот в мою лекцию, и вы стали задавать вопросы, что лучше, коктейль или сло. Я говорила с представителями фирмы, что наше мнение, что не или, а и. Я думаю, что вы сейчас поняли, почему. Что мы делали для тех, кто не знает. Естественно, мы оценивали разные показатели. Во-первых, снижение массы тела, во-вторых, анализы, которые мы делали, потому что это обязательная составляющая любой научной программы, и, естественно, мы оценивали уровень холестерина и различных там, сафара, инсулина, которые будут гормоны, и, конечно, как это меняется, сказывается на качестве жизни, как это меняет образ жизни человека. Ни один человек не должен ухудшать качество жизни, то есть, чтобы человек был раздраженный, чтобы ему было комфортно, чтобы он себя плохо чувствовал, ну и так дальше. То есть, все показатели качества. Что мы смотрели? В основном было 60 человек, если человек было на коктейле, 30 не получало, примерно одного возраста, в основном были женщины примерно одной массы тела. Хорошо и отлично переносили коктейль практически все. Вот эти 90% это практически все, по 10% это люди, с которыми пришлось дополнительно поработать. Вкусовые привычки очень назойливы, очень навязчивы. Но если человек не любит клубнику, но не нравится ему клубничный вкус коктейля, мы меняли на ваниль для того, чтобы, в общем-то, сохранить именно то, ради чего мы изучаем этот продукт. Мы его изучали ради действия других веществ, которые помогли бы нам заменить некоторые продукты на употребление коктейля. Со вкусом справиться легче всего. Поменять пробусть теперь еще и с шоколадным. Я вам больше скажу, что сейчас в практике, если меня спрашивать, я говорю, мешайте все вместе. Вкус не имеет значения. Сохраняйте белье, варите с собой, заберите вкус, но все, что угодно нужно добавлять, менять вкус, можно работать, но не нужно указать. Чувство насыщения, мы об этом будем говорить. Человек не получал удовольствие от употребления коктейля, но, вы знаете, люди, которые приходят к нам худеть, они в первое время не получают удовольствие вообще от нового коктейля, не получают изменения рациона. Всех как-то это напрягает, если ты меняешь ему привычную жареную картошку, да, отверную дёрстую свёклу, например, но он в случае плохого, он свёкла никогда не нанесся, пока к этому не прибыл. Со стороны органов и систем никаких существенных нарушений мы не отметили. То, что пациенты говорили, что у них метеоризм, то есть в стуке кишечника или боли в кишечнике накладывалось на имеющуюся патологию уже даже до испытания. Мы не могли взять стопроцентно здоровых людей. Люди с ожирением это уже больные люди, у них обязаны быть определенные заболевания. И желудочно-кишечный трактор перегрузки всегда страдает. Естественно, введение нового продукта, это как у ребёнка, вызывает определенные побочные эффекты. Вот у них может быть дисбактериоз, такие вещи неблагополучные в кишечнике, они просто заслучали на новом продукте. Это не есть побочные действия как в кишечнике. Мы посмотрели анализы для тех, кто первый раз слушает, и посмотрели антропометрию, так называемые все объёмы. Вот это вес группы примерно одинаковый. Видите, в одной группе 118, в другой группе 117 исходный вес. Это идентично. Индекс массы тела примерно одинаковый, объёмы. Как всё это допустимо, это недостоверная разница. Объём талии, объём бёдер и соотношения. Это просто мировые критерии оценки структуры тела. Всегда весь мир договорился о том, что антропометрия, то есть измерение будет учитывать эти показатели. Не объём руки, не объём ноги, не объём живота, а именно бёдра, талия и соотношения. Извините. Что мы посмотрели по анализам крови? Конечно, холестерин. Его нужно, и вы все должны знать вообще свой холестерин. Это один из серьёзных показателей здоровья. Посмотрите, в этой группе он уменьшился практически достоверно, в группе без коктейля он почти уменьшился меньше. Холестерин это не только один показатель здоровья, есть так называемая липидограмма, то есть несколько показателей жирового обмена. Вы должны сами знать свои эти анализы. Это липопротеиды низкой плотности, это липопротеиды высокой плотности, это триглицериды, это называется вместе с холестерином липидограмма, сделайте все её пожалуйста. Бывает нормальный холестерин, бывают высокие триглицериды, говорит о том, что вы едите очень много животного жира. И есть специальные лекарства, которые называются статины, они разные. Есть статины, снижающие только холестерин, есть статины, снижающие глипсерин. И применять обязательно нужно, особенно тем, кому уже за 50. Вы не слушайте, что статины, например, Кристор, ну знаете, наверное, все уже эти препараты, но не знаете, слава Богу, сделайте липидограмму и потом посоветуйтесь с врачом. Если их вам назначают, запомните, запишите статины, их не пьют курсами. Самая большая ошибка российского нашего менталитета, что мы пьем курсами. Это то же самое, как меня первый год спрашивали, а какой курс приема коктейля? Я спрашиваю, а вы курсами едите? Это же еда, какой курс? Какой курс витаминов? Это каждодневное поступление этих веществ, их нет запаса в организм, не запасает, нет депо витаминов в организм. Все выводится сразу с мочой и через толстый кишечник, все, что лишнее. Поэтому нужно употребление, введение этого ежедневно. То же самое, если уж коснулись этого препарата. Если вам все-таки назначат статины, не бросайте их принимать, потому что снижение допустим холестерина или триглицеридов говорит о том, что препарат работает, он эффективно работает, но если вы бросите, все вернется даже еще и в большем развитии. Здесь препараты по жизненному назначению, к сожалению, это так. А у нас начинают говорить, вот у вас анализы пришли в норму, можете не пить. Конечно, препарат дорогой, больше существует всего там на 28 дней, конечно, люди начинают считать деньги. Но это не тот случай, когда нужно экономить. Посмотрите, что здесь еще получилось. Инсулин это очень важный гормон, который страдает всегда и приводит к развитию сахарного диабета и у людей с ожирением инсулин мешает усвоению глюкозы и естественно эта глюкоза превращается в жир и откладывается в подкожно-жировой ткань. Инсулин поэтому его тоже нужно проверять у тех, у кого есть избыточная масса тела. Говорит об инсулино-резистентности ткани, то есть снижение массы тела приведет к нормализации инсулина, то есть это функция поджелудочной железы. И вот у людей, принимающих коктейль с низким гликемическим индексом, с низким содержанием углеводов, потери массы тела и этот продукт привели к достоверному снижению этого показателя. То, что не произошло в группе, которая не получала коктейль. То же самое по сахару, по глюкозе. Очень хорошо ушли измененные ферменты печени. В печени в первую очередь накапливает жир. Развиваются хронические статы, гепатозы или гепатиты, если уже повышаются вот эти ферменты АЛТ-Эсты. Тоже обязательно их делайте. Делайте все маркеры разных органов. Вот эти ферменты печени и билирубин, это являются маркеры состояния печени. То есть характеристиками работы печени, так если сказать по-простому, как работает ваша печень. Если они повышены, значит у вас там больше жира или вы перегружаете свою печень другими веществами, в частности это будет алкогольное поражение печени, это будет лекарственное поражение печени, когда эти ферменты растут. Значит нужно просто пролечиться по приниманию разных капельниц, гепатоза, а вот так наши гепатопротекторы, другие препараты восстановить функцию печени, потому что это единственный вместе с почками орган очищения нашего организма. Вот принимая коктейли, снижая массу тела, посмотрите, достоверно снизился в повышенный фермент альцик. Самое интересное, конечно, мы хотели посмотреть именно на что действует этот белковый препарат по составу тела. И посмотрите, что мы получили очень нас порадовавшие. Ушла жировая масса, если вы помните, в первой группе они похудели на 10 килограмм, во второй на 8. Казалось бы, хороший результат в той и той группе. Низкокалорийная диета была базовая для обеих групп, одинаковая. Одинаковая по пилку, по жиру, по углеводам. Просто в дополнение к этой диете одни получали коктейль, другие не получали. Вот те, кто получали коктейль, из 10 килограммов, что они похудели 8, у них ушло за счет жира. Представляете, 8 килограмм жира. Две трехлитровые банки. У этих из 7, что они похудели, ушло всего 4. Это еще одно доказательство в пользу белка, в пользу того, что работает белок. Эти получали дополнительно 14 грамм белка, мы давали две порции коктейля. А эти не получали. У них белок был среднестатистический, там около 100 граммов. Но они все разные, белок усваивается по-разному, белок нужен еще для других функций. Поэтому на утилизацию жира ушло меньше действия белка, чем в группе, которая получает коктейль. тощая масса практически не изменилась здесь килограмм, здесь два. То есть они съели свою тощую массу и потеряли меньше жира. Те, кто не получали коктейль. То есть потеря массы тела была обусловлена именно еще и добавкой коктейля для того, чтобы утилизировать имеющийся подкожный жир. По качеству жизни, что мы смотрели? физическую активность, ментальная активность, это функция мозга и понимание. Иногда люди слушают, но не слышат. Говоришь, 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 понял? Нет, не понял. Или понял, но повторить не могу. Еще раз говоришь, еще раз понимание, функция понимания. У детей она слабо развита в силу возраста, в силу незрелости мозга, а у взрослых в силу того, что этот мозг в состоянии гипоксии плохо работает уже мембрана клеток мозга. Что еще входит в качество жизни? Физическая, ментальная, сексуальная активность в качестве жизни. Социальность. Насколько человек хочет о себе рассказывать, насколько он хочет поделиться знаниями, насколько он хочет себя показать, не боится выйти на сцену выступить, насколько он хочет вообще с кем-то общаться. Социальность, да, усилий. Или сидит дома в хавате шлепанца у телевизора и ест жареную картошку. Работоспособность. Ну и в общем в целом все подсчитано. По сравнению с контрольной группой, физическая активность возрастала и там, и там. Естественно, 10 килограмм, 8 килограмм, кто-то 12, это же средняя цифра, кто-то 15 потерял за две недели. Физическая активность возрастала у всех. Но у меня в клинике как бы это не проблема, я их все гоняю, я их из лифта выгоняю, они меня боятся. Я вижу в лифте, я выгоняю, они с седьмого этажа идут пешком и вверх и вниз. То есть принудительно сначала потом привыгают и в общем-то бегут от меня по коридору как дети вообще. Вот и такие толстяки, две стихи, они как маленькие пытаются спрятаться за дверь. Представляете, они помещаются. Они помещаются, но смешно так с ними, невозможно. В плане ментальной активности, понимание процесса, все стали понимать, что нужно худеть. Иначе я не держу их в стационаре. Пока человек сам не понял. И работать надо было с ним так, чтобы вы ко мне пришли? Зачем? Хочу похудеть. Зачем? Страдает секс, или там, я не знаю, жена ушла, или в костюм не влезаю. Ну, всех по-разному. Работу хочу поменять, в кресло, в самолет на ней помещаюсь. Ну, я не знаю, там, гардероб надо менять не хочу. Ну, и так дальше. Причин миллион. Я потом, я говорю, зачем вам в кресло с самолетом? А у меня командировки. А зачем? И вот иногда ловлю взгляд у своих пациентов, думаю, что какой-то врач, он мне знает только одно слово, зачем. я потом начинаю уже по-другому. А он мне говорит, а чего вы меня все спрашиваете, а ничего мне не рассказываете. Так я говорю, я хочу из вас вытащить, чтобы вы сформулировали свою мотивацию. Тогда я уже начну вам на эту мотивацию как бы поддавать какие-то вещи, и вы будете дальше развивать. Вы должны сами сформулировать, что вы хотите быть другими, что вы хотите иметь вот это, что вот это вам мешает в жизни, что вы хотите детям своим быть примером, это вы должны мне сказать. Когда вы сами это скажете, а потом будете нарушать это, а я вам буду говорить, а вы что говорите? Это работа психолога. И она, моя работа очень сходна с вашей. Когда вы какому-то человеку подходите и говорите, а вот это ты знаешь, не говорите, хочешь. А вот ты знаешь, что есть интересного, может, ты же знаю, а ты скажешь, а я сейчас тебе что-то еще расскажу, а он скажет, интересно, а что еще, ну и так дальше, а ты скажешь, а еще вот, ну что там у вас, деньги, да? А он скажет, да как, а зачем, а тебе нужны деньги. А зачем? А зачем? Некоторые говорят, нет, у меня все есть, а у него есть, вот, который у тебя в семье, а у него будет? Или ты вот свои деньги на себя потратишь, а что детям будет? А какой пример ты детям подашь, что ты умеешь зарабатывать деньги? Например. Ну я не буду про ваш бизнес говорить, я ничего про него не знаю. Хотя я с очень многими сталкивалась, что я знакома с очень многими вашими высокими топами, там и в Уфе, и в Казани, где я только уже не была. И Полежаева уже знаю, уже все знают. И все строят определенную свою жизнь, а я всем говорю, зачем? Я думаю, скоро будут меня так называть. Доктор, зачем? И почему? А потому что это стимулирует ваш мозг. Вы ищете ответы на эти вопросы, правда? И для этого, в общем-то, и это, не потому что я сама не знаю, вы можете мне тоже задавать вопросы, зачем, а я буду вам отвечать. Сейчас это у нас еще все впереди. А вот в плане социальности, посмотрите, есть разница? Казалось бы, одна звездочка или две, но для вас это не имеет значения, а для нас имеет колоссальную достоверность на 50% выше в группе, которая получала коктейль. Те, которые не получали коктейль, они тоже стали немножко другими, они поняли и зачем, и почему. Но эффект-то был хуже, а еще ревность у нас ведь присутствует. Мы же ведь россияне ревнивые. И Ольга Николаевна, вы плохая. Я говорю, в каком плане? А вы его любите, а меня нет. Я говорю, а почему? А вы ему даете коктейль, а мне нет. Я говорю, ну у нас опыт, вот подождите, сейчас мы закончим коктейль, вы пойдете в Арифлейм, вы там все вам объясняли, вам его купите, вы придете, я вам еще это все повторю, расскажу. Обижаются. Значит, когда я прихожу в отделение, у меня там, кто у меня, многие, ну и все уже приезжали ко мне в клинику, посмотрите вообще, на самом деле я существую. Или вот меня придумал, Антон привел сюда на сцену. Если бы меня не видели по телевизору, может быть, вы и не побили, да? Ну вот иногда в клинику, покажите. У меня такой коридор, 200 метров на одну половину, ну как во всех больницах, просто у нас там хорошие условия. И я утром иду на работу, они выстраиваются по стеночке. Значит, те, кто коктейль получает, по одной стеночке, те, кто коктейль не получает, по другой стеночке. Я иду как через строй, знаете, немецкий такой, кто, кто, в мою сторону вообще, что скажет? Этот кричит, 800 грамм, там килограмм, эти молчат. А этот, говорит, ничего не потерял, на вашем коктейле не буду. Ну дети, малые, взрослые, бизнесмены, состоявшиеся люди, они друг с дружкой начинают вот там. И мне это нравится. И я это стимулирую, я их специально всех соединяю. Я для них одинаковые лекции читаю, потому что они общаются, они друг от друга заходятся, потому что создается психологический климат. Я ухожу с работы в 3-4 часа, они собираются в холле, они обсуждают, кто как перенесет вечер, кто какой глоток коктейля себе оставил на вечер, потому что я их учу. Да, сейчас они отдадут вам волшебный продукт. Они не делятся. Они просто ждали эти две недели, чтобы уже я сказала, где взять. Я в том, что попробую. Но я как-то от этих вопросов уходила. Вот. Все дело в том, что назначая коктейль, мы уходили вот от этой привычной схемы, которую вы получили в каталоге. Вы получили в каталоге уже там после того, не помню, десятый год. У кого есть вообще мой каталог? Хоть бы подарили вообще все у меня забрали, ничего даже своего каталога не имею. Но вот в том самом каталоге, где первый раз все опубликовали, там мою фотографию, да? Эту схему мы использовали, которую рекомендовал Сикстен. Коктейль, на воде два раза в день и за полчаса до еды, да? Вот. Вы когда это попробовали, я поняла, что в России я не пойду. Мне было стыдно сначала это обнародовать. Но тогда еще был в дирекции Канашин, я его как-то смешно, так мы познакомились. Перед какой-то командировкой я пришла в Марифлейм, со мной там заключают уже эксклюзивный договор, чтобы я работала только с вами, а не работала ни с какой другой компанией. Вылетает, как я потом узнала Канашин, здравствуйте, Ольга Николаевна. Ну, вы, здрасте. Ну, я как бы привыкла, меня узнают там, тем более же только пошла передача и, в общем, часто. Я уже сейчас меньше буду по телевизору, вы не бойтесь, я никуда не делась. Просто меняется формат передачи. Они уже, им надоело все тут питание. Они уже считают, что они выросли, и поэтому уже как бы меньше мы там появляемся. Я в силу своей непосредственности, я вообще донская казачка, поэтому у меня так иногда прорывается такая, как мне муж всегда говорил, ну, ты немножко в руках себя держи, не надо сразу говорить, что ты думаешь. Я говорю, а вы кто? Надо знать Канашина, конечно, я не знаю, но это был директор Ариф Лайфов в России. невысокого роста, такой веселый, энергичный. Ну, здравствуй, Тюрга Николаевна. Я говорю, а вы кто? Перед Мальтой. Кто был на Мальте, наверное, помнит эту конференцию. Вот они меня готовили на золотую конференцию, чтобы обнародовали первые результаты, были доложены на Мальте. А он говорит, я Канашин. Я говорю, а ты кто? Поподробнее, да? Меня из-за рефлея вот так остановили, как-то директор фирмы. Я говорю, вы меня извините, я ничего не хотела этим показать, что я там выше вас, что вы неизвестный человек. Я действительно с вами не успела познакомиться, но говорю, вы меня, наверное, я так это вас знаю, я же отслеживаю все ваши выступления, мне все приносит на пленки, и я все знаю, как вы выступаете, что вы говорите. Я говорю, замечания будут, я уже решила на победу. Он говорит, нет, говорите, в общем-то, все нормально. Так вот, к тому, что изменить способ приема, сейчас я вам дальше расскажу, потому что я поняла, что это не для России. То, что подходит к шведам, ну, вы знаете же эту классическую поговорку, что хорошо шведам, то русскому он, что хорошо шведам, мы посмотрели результаты исследований еще по качеству жизни, что, что важно для толстого человека, это чувство голода, да и вообще для нас, для любого. Мы почему-то приходим с работы, даже если мы не хотим есть, мы считаем же, мы должны поесть, мы отработали рабочий день. Ну, почему? Ну, я вас очень прошу, вот после сегодняшней встречи, которая, вот она для меня, как говорится, судьбоносная, по всем, по вашим лидерам, по вашему залу. Я слышу, что вы слышите меня. не слушаете, а слышите. вот я хочу, чтобы вы это тоже слышали, потому что я это буду дальше говорить, потому что Россия, определенный рынок и подходы к ней должны быть индивидуальные, научные, какие-то изысканные, на каждый контингент свой. Никуда от этого не деться. А то, что мы едим вечером, я вас призываю, запомните сегодняшнюю лицу, хотя бы по вопросу, почему и зачем. Не ешьте вечером просто так. И вообще не ешьте, если вы есть не хотите. Выпейте стакан чая, выпейте стакан чая с молоком, съешьте ложку перловки, в конце концов, которую вы наварили на всю неделю. И ваш организм вам скажет спасибо. А вы потом скажете, а почему я не хочу есть? И вспомните сегодняшнюю лицу. А потому что Ольга Николаевна сказала, надо себя сначала спросить, а потом уже что-то в рот положить. Не надо просто так есть. Не надо есть за компанию. Не надо отмечать Новый год по тем традициям, которые вы отмечали. Не надо встречаться только из-за того, что там вкусно кормят. Не надо приглашать к себе гостей, накрывать стол так, чтобы прям стол ломился, и это считается признаком хорошего тона. А мы сначала начали, начав выезжать за границу, обижались, что если приглашают тебя в гости, то тебе порцию ставят на стол. Я сама была опорожена. Я говорю, в чем дело? Я вообще, как у меня муж армянин, я сама донская казачка. Столы такие всегда обидные, пирогичи, там, я не знаю, что там. Все на свете, да? Чтобы места не было на столе, надо же так накрыть стол, чтобы вообще прилично было. И главное, чтобы потом все это все съели, чтобы посуду было легко. Или там приедаем еще неделю, потому что жалко выбросить. Ну не надо, накрывайте стол для красоты. А когда я приехала за границу, меня позвали, там, допустим, в пять часов меня пригласили в гости, а я есть хотела, не успела, я пришла, мне только чай дают, и два печенья. Я думаю, я иногда у этих людей думала лучше. Они еще понимают, что я целый день работала, выступала. Но я бы накормила. А мне человек говорит, ты бы накормила, но он бы тебя не понял. У них культура другая, они в пять часов не едят. Они едят утром, хлопья свои, двенадцать часов у них ланч, типа вот этих сэндвичей, куда обязательно, я вам сегодня забыла сказать, каждый день по листу салата про помидоры вы запомнили, про капрусту вы запомнили, еще салат и шпинат. Это как отче наш. Это продукты, которые идут по миру, которые обоснованно доказаны своим оздоровительным действием на организм. Они съедают стандартную еду, они спокойны. И они ужинают только белковой едой. У них вечером мясо, рыба и овощи. И мы очень долго это не могли воспринять. Мы критиковали западную область жизни. Оказалось, что они умнее, и нам есть чему у них учиться. И вот это чувство голода, которое мы изучали, это психология. Мы не всегда едим, когда хотим есть. А когда начинаем есть, вдруг нападает что? Это не я сказала. И мы съедаем больше, чем нам нужно. А вы вспомните все обычаи дворянские? Ну, у нас же на России колоссальное, вообще есть опыт, который мы можем использовать. Когда были обеды, когда всех кто-то обносил. Это как бы богатая семья. А бедные вставился в котелок. И все в ладошке, и все поучи. А семья-то семь, двенадцать детей. Да еще ложкой по лбу, если ты вперед, батьки. Да? И все ждали. И съев эту ложку, как бы ты есть не хотел, ты не брал лишнюю порцию. Это опять же элементы здорового питания. Не торопясь. Потому что насыщение, которое мы дальше... Которое мы дальше изучали. Насыщение. Желание есть. Мы думаем о том, что мы чего-то там нам хочется. А мы не знаем чего. Вот что-то попалось, то и сделаем. А еще попробовать хочется. Начинаем пробовать, не поймем чего. И думаем, что зачем мы пробуем. Едим мимоходом. Ходим друг к другу по кабинетам. Есть что пожевать? Есть. А что пожевать? Сушки, сухари, конфеты. Напихались, чаю сладкого попили. А потом думаем, и что нам так вообще как-то некомфортно? В самолет не влезаем, в сапоги не влезаем. Солененького поели. Так что, пожалуйста, вот эти все факторы и учитывайте. Те, кто получали коктейль, с этими проблемами почти в два раза быстрее справлялись. Не могу сказать, что это работа только коктейлями. Это работа еще всей бригады, которая работала с этой группой. Ну, естественно, мы разводили этот коктейль под присмотром. И я всегда смотрела, как они его употребляют. Кто-то выпивал залпом. Люди разные. Кто-то пробовал и пытался понять, какой вкус. Все по-разному, да? Надо было людей учить правильно принимать этот продукт. Я считаю, что вот ошибка очень многих компаний. Они не все работают профессионально вначале. Отдали, продали, иди гуляй. Да, ешь сам. Тебе схему дали. И вот все по одной схеме. Люди все разные. Вкусы у всех разные. Привязанности раз. Объясните, расскажите и подберите ту схему, которая этому человеку подойдет. Что мы делали потом? В клинике полежали. 10, 12, 15 килограмм похудели. А дальше что? Все, время? Ох, ой, у нас время кончается. Так. Еще, еще. Я думала, что мы только начали. Значит, смотрите, завтрак, белковое блюдо, да, яйцо, коктейль, салат. А сейчас прогоню, сейчас посмотрим, как оно. Основное, шестиразовое белковое питание. Завтрак, вы поняли, да, допустим, яйцо, творог, коктейль. На обед рыба, полный коктейль. Ужин, мясо или курица, на ночь коктейль. Шесть белковых продуктов, вы набираете больше 100 граммов белка, естественно, вы балансируете формулу. С этим наши пациенты ушли, и в домашних условиях дальше, которых я отслеживала, это небольшая группа, они потеряли еще 10 килограмм. Поэтому мы, это вот стильстенд, кто не знает, я у него в гостях, мы эти вещи обсуждали. И все, что я могла, я ему донесла, я с ним согласовала, что можно мы сменим базу, потому что вот этот вот привкус гороха они все хорошо переносили. Мы меняли базу на молоко, на кефир. Мы смешивали молоко с кефиром. Мы могли туда добавить цитрусовую центру. Я разрешала кому-то сделать на кофе. Я вообще-то вам первым говорю. А почему нет? Я сама так делаю. Если мне хорошо, почему ему будет плохо? Но не на суках. На овощном отваре супы, пожалуйста. Замечательно. Да хоть перцу насыпьте. Вы только съешьте эту порцию. Не надо сразу за полчаса до еды, потому что у людей толстых, очень быстро идет выброс инсулина, развивается чувство голода на сладкое. Пожалуйста, используйте вместо десерта. Не надо выпивать сразу стакан. Разделите этот стакан на несколько глотков. Он не прокиснет. Особенно, если это, допустим, свежий продукт в холодильник поставили. И разводите сразу все. По полчайной ложки на стакан кефира четыре раза в день. Почему нельзя? Кто сказал? Какие есть аргументы за то, что это плохо? У шведов другой менталитет. Им сказали за полчаса на воде? А они выполнили. Нельзя еще не учитывать ту ситуацию, на каком контингенте работал стикстейн. Он работал на лежачих больных после операции на сердце, где сопрещены все молочные продукты, чтобы кишечник не мешал человеку восстановиться после операции. Чтобы не было метеоризма, чтобы не было лишних газов, чтобы не было нагрузки. Поэтому это было на воде. Здесь другая ситуация. И мне кажется, что вот с этой подачей, как бы согласившись, сославшись на стикстейн, он со мной согласился, коктейль пошел по России легче. Мы эти продукты обсудили. Мы приняли с ним соглашение, что это еда, что это не БАД. И это уже, в общем-то, пошло дальше по нашей науке. В Конгрессы докладываем, научные статьи. То есть наши результаты научно опубликованы. Есть статьи, есть мои доклады на Конгрессе именно по продуктам, по коктейлям Арифлейма. Это вам еще один аргумент в позитив. Не надо это подвергать сомнению. Сейчас вы в наличии имеете супы. Мы их не испытывали, потому что как бы они не нуждаются в клинической доказательности. Хороший продукт, особенно тем, кто соблюдает, допустим, посты для каких-то национальных ситуаций, регионов подходящий продукт. Вариант перекуса. Но супы, на наш взгляд, нутриционные, они соленые. По-другому их сделать нельзя. Поэтому, пожалуйста, учитывайте тогда и общее количество соли в рационе в течение дня. Особенности супы знаете. Низкая калорийность. Хорошее сочетание добавления вот этих продуктов, которые мы, в принципе, не едим, о которых мы сегодня говорим. Помидоры и спаржа. Хороший минеральный состав. Сбалансированная формула. Есть клетчатка. Никаких против нет. Но не замена. Это все в соисочетании. Коктейль идет как десерт. Суп идет у вас как блюдо в течение дня. Почему нельзя в суп положить и обогатить его, допустим, кусочками мяса? У вас вообще получится полноценный обед. Кусочками курицы, кусочками рыбы. Добавьте белковое блюдо. Это будет сытно, полезно и не будет требовать никаких других затрат. Вы как просто смешали эти ингредиенты. Поэтому wellness – это у вас правильное питание. Это обязательно активность физическая. И это позитивное отношение. Я сегодня, по-моему, все три часа на эту тему только и говорю. Как часто вы болеете? Как вам оценить свое здоровье? Вот это вы должны как бы... Ну, возьмите дневничок, запишите для себя. Насколько вы энергичны? Как вы спите? В какой вы физической форме? Какое у вас состояние кожи? Какие-то боли? То есть проходите, пожалуйста, диспансеризацию. Определяйте вот эти критерии здоровья. Все знаете свое артериальное давление. Липиды, глюкоза, ферменты печени. Уровень мочевой кислоты в плане развития подагры, косточек и так дальше. Уровень белка и витаминов. Анализ крови мочи и рентген легких. Как отчин наш, все должны иметь вот этот листочек диспансерного наблюдения раз в год. А потом уже после 50 раз в годы вы должны проходить эти все исследования. Сами просто требуйте отрочения. Конгрессы. Мы ступаем, докладываем на уровне мировых конгрессов. Амстердам, мировой конгресс. 3,5 тысячи участников. Все риски здоровья при ожирении стали звучать с 9-го года. Уже, слава Богу, 5 лет мы на этом работаем. Конгресс в Стокгольме, где я выступала именно с этим докладом по коктейлю. Я была там членом, я получила приз. Спасибо Ари Флееву. Но, тем не менее, это доложка, и вы на это можете ссылаться. Как раз наш российский по диетологии. Ежегодно собираемся, обслуждаем все вопросы по питанию. Потому что Россия, регион сложный. И приезжайте все первые числа декабря. Конгресс работает в Рэдисон, Славянская, Свободный фонд. Все о питании, для всех категорий людей, по всем продуктам, по всем новым технологиям. Я всегда там, лишний раз встретиться и обговорить. Поэтому основное, считать общую калорийность, обязательно ориентироваться на квоту по белку, обязательно употреблять все микронутриенты, антиоксиданты. Антиоксиданты, все это называется в науке фито-нутриенты. Это вам просто, чтобы вы, я уже много сентября. Ограничить соль и консерванты. И здоровье здоровым. Это основа. Фотографируйте все этот слайд, он тоже новый. Знания с раннего возраста. Корректировать рацион по мере своего старения, извините, взросления. Изменять набор продуктов, если вы заболели, не бойтесь. Качество продуктов учитывать. И, конечно, профилактика заболеваний через увеличение физической активности. И, конечно, пожалуйста, позитивный настрой друг на друга. Ко мне вы хорошо относитесь, это я чувствую, вы любите друг друга. Позитивное настроение на все. Спасибо Ари Флейву, что у меня есть это направление в жизни. Что я изменила свою жизнь. Что я могу иметь единомышленника. Что я могу получить новые идеи. Я могу вовлечь людей в эту работу, в эту свою группу. Я благодарен судьбе за то, что они есть. Я благодарен своим спонсорам за то, что они сегодня нас собрали и познакомили меня с Ольгой Николаевной. Основные вопросы, которые я здесь написала, я думаю, мы с вами обсудим чуть попозже. Но я их старалась осветить сегодня в докладе. Поэтому вот эти правила питания. Разнообразная пища, регулярность, ограничить жир, продукты, богатые клетчаткой, уменьшение соли и сахара, потребление белка на уровне. И решать, какую пищу я ем, сколько я ем, в чем я готовлю и сколько я двигаюсь. Я желаю вам здоровья, я желаю вам успехов, я желаю вам процветания в бизнесе. И я надеюсь, что вы еще раз увидимся. Спасибо.